Народная славянская радио Народная славянская радио Всех очень рад слышать Пока слышат нас, а мы их только ощущаем Я на расстоянии Да, а мы так это Во все стороны свои чувства Разослали Свои ауры раскидали И теперь чувствуем, что у нас происходит Помогает нам чувствовать Это все Василий Васильевич Который находится в чате Народного славянского радио И следит за вопросами За порядком в чате И вопросы, которые будут по теме Семейного образования Ну, может быть, рядышком с этой темой А может быть, интересный Который, в общем-то, не по теме Он будет сбрасывать уже Сбрасывать уже в наш чат И из него вопросы будут зачитываться Так что, друзья, не забывайте Писать вопросы, уточняющие Ну, или не совсем уточняющие Может, какие-то предложения И мы ваши вопросы будем разбирать Ваши интересные реплики По теме будем озвучивать Вот тогда мы уже Услышим Вас Вот в этом смысле Ну, что ж Давай тогда уже начнем, наверное И переходить к теме Семейное образование Что это такое? Это домашнее образование? Это образование в семье Где-нибудь там в лесу, в тайге Зарышив землянку при свечах? Или это что-либо такое интересное? Вот в своем представлении Как автора, кто эту тему обозначил Что это такое? Так, ну, я начну с самого начала И хочу поделиться в первую очередь Своим опытом Потому что самое бесценное Конечно, это опыт Когда люди Разводят какую-то демагогию О чем не имеют представления Конечно, это не очень интересно Ну, так вот Нашему сыну На сегодняшний день Десять лет В январе исполнилось Он закончил третий класс И в свое время Когда мы надумали отдать его В школу в обычную Вернее, подумывали То Уже многое слышали О семейном образовании Были вокруг примеры И Долго-долго думали И все-таки решились Потому что все-таки Конечно, шаг это Очень ответственный Хотя Вот могу сразу сказать Вот так вот Сразу с плеча рубануть Этот шаг ответственный Но как только человек Отец, мать Скажем так Примут внутреннее решение Что они берут ответственность За своего ребенка То уже практически никаких Скажем Таких недоразумений Не будет Почему? Потому что Как только ты выбрал Естественно Здраво Здравомысленно Ты уже Идешь этим путем Уже Подготавливаешься Уже Начинаешь покупать Те же самые учебники Начинаешь Вникать в эти все системы И вот Хотелось бы Порекомендовать Такой вот опыт Например у нас был Есть такое понятие Семь пядей во лбу Да То есть Сто двадцать четыре сантиметра И вот Нам многие говорили Давайте-давайте Чуть ли там Не Семь там С небольшим хвостиком Леет Или еще что-то такое Мы пришли к выводу Что надо обязательно Все-таки ребенку Дорасти до восьми лет Чтобы ему было Хотя бы полных восемь лет Либо Сто двадцать четыре Сантиметра У него был рост Что самое интересное Мы заметили Как только наш Например сын Подошел к этому У него резко Желание познавать И возможность учиться Резко возросла То есть он стал Более-менее поседливым Как-то стал воспринимать Уже какие-то задания Смог их выполнять То есть вот этот момент Он очень важен Пожалуйста Вот родители Которые думают Переходить на семейное образование Вы учитывайте Не надо гнаться За какой-то скоростью И не надо Я думаю Тоже мы к такому же Воду пришли Что не стоит Сильно гнать лошадей По поводу Дошкольного образования Почему? Потому что Дошкольное образование Если ребенок не готов Если он не хочет По какой-то причине То лучше конечно Ребенка не Дергать И не заставлять его Учиться Сверх Того Как он например хочет То есть если он хочет Немножечко позаниматься Он позанимался Если он не хочет То не стоит Совершенно настаивать Вот до 8 лет Это мы пришли К однозначному выводу Со многими другими детьми Извиняюсь Родителями советовались Приходили к такому же Совместному выводу Тоже это такой Очень важный момент Потом Был недавно У нас такой случай Со знакомыми Они тоже решили Перейти на семейное образование Уже в третьем классе В последней четверти Попробовали И оказалось В общем-то Одно дело тяжело родителям А другое дело Оказалось еще Очень тяжело Ребенку Потому что уже за эти Три почти года Ребенок сформировался Как школьник Как ученик Ему трудно было Удерживать внимание Трудно было сидеть И самостоятельно Выполнять какие-то задания То есть уже Некоторые Такие вот Неприятные моменты Стали появляться И родителям пришлось В конце концов Опять перейти в школу Они опять написали заявление И вот с 1 сентября Следующего года Они пойдут в школу То есть вот этот Важный момент Очень надо тоже понять То есть лучше всего Начинать семейное образование С первого класса Это ребенку сразу дается Определенный Такой Зарог Скажем так И родителям Определенный зарог Почему? Потому что они Тоже Многие говорят Вот мы не знаем Мы не знаем Что же будет там С геометрией Что же будет Например с алгеброй С химией С физикой Вот Но об этом еще рано Думать Потому что вы тоже Идете в школу Второй раз Родители То есть родители Идут второй раз в школу Поэтому они начинают С первого класса С прописи С плюсиков С черточек С каких-то С обычных Каких-то математических упражнений И так далее И так далее Так же и с русским языком И с литературой Все начинается с АЗО Поэтому родители Фактически второй раз Проходят эту систему образования В сегодняшнем исполнении Получается Что не ребенок В общем-то В первую очередь Учится А для начала Родитель вспоминает И потом уже Ребенку дает возможность Это познать То есть как бы Он идет вместе с ребенком В тот же самый Первый класс Потом второй Но чуть-чуть впереди Вспоминая То, что Когда-то было Когда что-то он получал И теперь он уже Ребенку это возвращает И дает возможность Исключить ошибки Которые у него были Ребенку что-то познать Но давай все-таки Мы вернемся к тому Казаму Что же такое Семейное образование Давай нашим все-таки Радиослушателям поясним Чем он отличается От обычного Конвейерного образования Так Ну Сперва я расскажу О форме То есть Как это выглядит Внешняя форма Внешняя форма Выглядит следующим образом Ребенок находится Постоянно дома То есть Утром встали Позанимались Сделали какой-то перерыв Когда захотели Потом опять позанимались Это что значит Ребенок постоянно Находится дома Ни в какие школы Или подобные учреждения Он не ходит Ему остается только Утром подготовиться Сесть за парту Какую-то свою К нему подходит Как говорится Родители Начинает заниматься Вот все как в школе Но на уровне репетиторства То есть Вот Конечно Это многое зависит От родителей В первую очередь От родителей А детей уже это Второстепенно Почему Потому что Тут возникает система Именно репетиторского Такого преподавания Если можно так выразиться В каком смысле В том смысле Что Мы например С нашим сыном Мы не идем дальше Вот мы какую-то тему Если не прошли Вернее он ее не понял Или он по ней Плавает То пока мы эту тему Досконально не разработаем Мы уже Просто не идем дальше И вот болел Там или пропустил Или там Еще какие-то другие Бывают уважительные Неуважительные причины В школе Потом ребенок приходит И начинает опять Заниматься с того места Где сейчас Все проходят По расписанию Здесь такое Конечно же Вообще никак не прокатывает То есть Если ребенок не понял То он просто не понял С ним надо просто Заниматься Заниматься на эту тему То есть ее можно Немножечко в сторону убрать Конечно Чтобы немножечко Это все опять в голове У него села Переварилась А потом через несколько дней Опять к этому вернуться Параллельно Какие-то может быть Другие темы проходить Но факт в том Что есть такая особенность Что преподавание На мой взгляд Если родители добросовестные То есть мы не будем говорить О каких-то Скажем Отклонениях Мы вот конкретно Будем говорить Если родители добросовестные То Образование Однозначно будет качественней Почему? Потому что Один на один с ребенком С любящим Ну родители И родители Любящие ребенка И конечно же Они найдут общий язык Через некоторое время У ребенка Начинает просыпаться Где-то мы заметили Где-то Вот буквально Ему исполнилось Мы его отдали Чуть-чуть раньше Мы отдали Семь с половиной лет И вот первая четверть Вообще тяжело шла И как только Ему исполнилось Восемь лет Ему сразу Намного легче стало Мы прям заметили Раз Как-то что-то переключилось У него и рост Стал уже 124 сантиметра Как-то Раз у него в голове Что-то переключилось И он стал более усидчивый Более понятливый Стал более самостоятельно заниматься Вот То есть Выглядит дальше это так Что открывается учебник Родители заранее подготовлены Например он накануне Там за день За два Или там за час Как ему удобнее Подготовился Прочитал эту тему Если он в ней уверен Если ему не нужны Никакие дополнительные материалы Значит он просто По этой теме идет Соответственно С первого класса Любой родитель Если он идет И все это через себя пропускает Идет вместе с ребенком То конечно Фактически Никаких недоразумений не будет Здесь нужна только воля То есть Это есть свои трудности Но они вполне Вполне оправдываются И Ребенок действительно Остается Вот Семейным Таким человеком Отзывчивым И действительно Семейным Хороший С большой буквы Этого слова Потому что Когда идет В ось питания Собственных детей Какими-то Не людьми Принадлежащими К семье Или к роду То Еще в большом количестве В большом коллективе Скажем так Конечно Качество образования Оно Волей-неволей Где-то может страдать Без этого Ну просто невозможно Ну вот Например Сколько в классе 20-25 человек Ага Да, Алексей Да Ну то есть Смотри Ты несколько раз Уже вспомнил Про семь пядей Во лбу То есть 124 сантиметра И получается Что это На самом деле Оправданно Это существует То есть Это не выдумка Александра Юрьевича Хеневича На которого часто ссылаются Что вот Он какую-то там Ахеневию Типа написал И дурачки Начинают следовать Вот получается Что ты такой дурачок Который это проверил И это все срослось То есть В общем-то Дурачок Не в том смысле Ругательным Который у нас Привыкло А так Человек Который Более Интересно Смотрит на мир И умеет Распознавать В этом мире Кое-что Напомнишь Слово дурак Оно не ругательное Сначала было Так вот Нашим радиослушателям То есть На практике Ты проверил И уже Неоднократно Об этом сказал Хорошо Благодарю тебя Да, я был очень удивлен Да, я был очень удивлен То есть Вот эта информация Конкретно Вот мною подтверждается Мы хотели отдать Ну Подумывали отдать В 8 полных лет Но еще не было Такой базы Не было уверенности То есть И людей вокруг мало было И как-то вот немножко Где-то мы засомневались Но потом Потом Когда вот Именно наступило Ровно 8 лет Как раз прошли зимние каникулы Потому что на зимние каникулы У него было день рождения Вот какой-то тумблер новый Включился у него Вот И он стал просто Прекрасно заниматься То есть Какая-то вот стадия наступила Мы померили Как раз его в день рождения У нас там линейка специальная Он был ровно 124 сантиметра Так вот Вот такое замечание сделал Вот я подробно Да, вот подробно Прям я говорю Вот это И поэтому Если есть возможность Отдать 8 полных лет 8 полных лет И вы можете воспользоваться Этой возможностью Вы даже не сомневаетесь Вы ничего не потеряете Вот это раннее развитие Там в 6 лет Или в 5 Или там К примеру Даже в 7 Оно смысла никакого не имеет Нет, Юр Знаешь, что я думаю Это вот конкретный опыт Юр, я думаю так Что оно имеет смысл всегда Потому что воспитание Оно Это такой процесс Он начинается еще до рождения Ребенка Как показывает практика И поэтому Как известная притча Когда вы начинаете Воспитывать ребенка Да Или не опоздал Я сколько вашему ребенку Там 3 года Ну вот на 3 года Вы уже опоздали Из этой же серии А имеется в виду А имеется в виду Вот-вот-вот Сейчас я просто подвожу Я же хитрый Я же подвожу к вопросу Вот И получается Что есть разные понятия Есть образование Есть наставничество Есть обучение Вот в данном случае Когда мы говорим Про семейное образование То скорее всего Здесь все-таки Семейное обучение Потому что образование Оно Должно быть От родителей От родственников Начиная Наверное Не со школьницками А более рано И вот давай Наверное Разберемся В чем отличие Образование Наставничество Обучение Твое мнение Какое на этот счет Я так думаю Что это просто Какие-то разные Грани Образование Это от слова Образ То есть мы даем Какой-то образ мира Да Обучение Это какие-то более Наверное Такое По ощущениям Обучение Это более узкий Какой-то навык Вот обучить Например Я не знаю Ножовкой Отпиливать Брусок Это образованием Как-то трудно Назвать Научить мыть руки Научить мыть руки Или что-то еще Научить Убираться Образование Да Это именно дать Картину Какую-то мира И Вложить какой-то Образ может быть Да Вложить какой-то образ И своим примером То есть своим личным Примером Своей личной жизнью И какими-то Вот получается В данном Сегодняшнем дне Именно теоретическими Знаниями Потому что Школьная программа Она дает Теоретические В основном знания По большому счету Которую потом Возможно Возможно Ребенок будет Применять В своей Дальнейшей жизни Да И вот когда мы говорим Про все-таки Современность Конвейерное То, что называется Образование Я все-таки Я все-таки Это ближе Подвел бы К обучению Потому что Образованием Как таковым В школе На мой взгляд Не является А я знаком Все-таки С школой Не понаслышке Мне приходилось Там Участвовать Принимать участие В обучении детей Поэтому я знаю Что это такое Современное Школьное Так называемое Образование Там оно больше Все-таки К обучению И редкие Преподаватели Которые Занимаются Именно Образоваянием Которые От души С детьми Трудятся И вкладывают В них Некие Светлые Образы Большинство Учителей Преподавателей Они приходят Именно Как на работу На конвейер Вот если Одеть Какую-то Форму Сварщика Были бы Сварщиками Которые бы Стояли За конвейером Варили Если Одеть На них Форму Людей Которые Болты Закручивают Болтозакрутчики Были И так далее Шахтеры Шахтеры То есть У них Конвейерный Подход Выдавать На гора Вот столько-то Такие-то Планы Нельзя Отступать И поэтому Ты правильно Сказал Что Когда в школе Заболел Один человек То отряд Не заметил Потери бойца Идет дальше Класс Не важно Два-три человека Идет дальше И уже Никто не возвращается К тому Чтобы с этими Которыми Которые Дети болели Например Неделю Они не ходили Чтобы вот Например По этим предметам Их подтянуть И уточнить А вы дома Что-нибудь Изучали Или просто Лежали на диванчике Телевизор Смотрели Нет Этим никто Не занимается Поэтому ребенок В конце четверти Или вообще Там уже К выпускному Обнаруживает Что у него Есть четкий Пробел В чем-либо И причем Эти пробелы Могут тянуться Как застарелые болезни С первого Со второго И с третьего Класса Где азы Грамматики Закладываются Азы писания Счета И так далее И потом В старших классах У него вот эти пробелы Выстреливают Он просто-напросто Что-то не понимает Или не дотягивает Ну а система ЕГЭ Которая сейчас И существует Это вообще Отдельный номер Крендели В нашей жизни Которые Вот на эти пробелы Не обращают внимания Главное Чтобы там Пальцем в небо Тыкнуть и попасть Ладно Хорошо Значит получается Что вот мы разобрались Что это разные понятия И домашнее Образование Оно именно Больше к слову Образование Подходит Потому что Так или иначе Здесь и обучение Здесь и наставничество На путь истинный Когда наставляют И здесь же И образование Когда все это Вместе укладывается Хорошо А как Давай теперь коснемся Происходит семейное образование Вот торкнула вас С супругой Судя по всему И вы решили Все Мы будем дома Заниматься своим ребенком С чего вдруг Вот это торканье произошло С чего вдруг Вы решили с супругой Заниматься этим дома Кто был инициатор И с чего вдруг Инициатором был я Вот Жена Сомневалась Очень сильно Вот На пару Со своей мамой Вот А моя мама Она взяла Такой нейтралитет Ну говорит Ну сами смотрите Ну в общем В итоге Я настоял Я говорю Давайте попробуем Что мы теряем Мы ничего не теряем Ну что там Одна четверть В общем Мы попробовали И все пошло хорошо У нас стало получаться Ну что такое первый класс Ну я пошел в первый класс И то наполовину То есть Мы С супругой Мы разделили Свои обязанности Некоторую часть уроков Вел Ввиду я И ввел Ввиду На сегодняшний момент И Также Екатерина Моя супруга Она тоже ведет Некоторую часть предметов Ну примерно Пополам Получается Вот То есть Нагрузки Половина От нагрузки Ребенка Всегда можно подготовиться Ты уже проходил Один раз программу Причем Более глубокую И более серьезную Как оказалось Советское образование Оно конечно Более Обширные знания дает Фундаментальные Да Об этом и да Попозже поговорим Вот Ну просто я вкратце Ну факт в том что Попробовали все нормально С первого класса То есть Вот товарищи родители Вы поймите что Просто с первого класса Просто с первого класса Вы идете Все понимаете Нужно просто Время и желание Больше ничего вообще не надо Угу Так Хорошо Хорошо Ну что ж Я предлагаю как сделать Если тебе будет Нужна музыкальная пауза Ты просто скажешь Я музыку включу Я не буду каждые полчаса Разрывать нашу беседу Вот такое я принял сегодня Решение Ведение эфира Если тебе нужно будет отдохнуть Скажи Ну-ка давай музыку поставим И будет звучать музыка А так пока я тебе предоставляю Дальше говорить Уже вопросы кстати идут Так что Можно отвечать Да Нет Ну я думаю Ты сначала тему раскроешь А потом Мы будем уже отвечать А напоминаю Что пишите Пожалуйста Пишите Ну и вот Самый большой Вот Сперва Вот эти бонусы Как вот И с рождением ребенка Ну что Ну родили ребенка Абуза 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 Как-то может быть Их содержать Помогать Там продуктами питания Там финансами И теми же самыми И так далее Это же все закладывается Тоже с детства Поэтому Вот на такие вещи Ни в коем случае Нельзя Жалеть время Какое-то Ограничение Вводить Если есть возможность То обязательно Надо такой возможностью Конечно Воспользоваться К тому же закон Сегодняшней Российской Федерации Он на нашей стороне Поэтому В общем-то Никаких преград Вообще нет Только внутреннее желание Вот еще раз я повторяю Потому что Надо это выбрать Потому что Многие родители боятся Где-то переживают Но на самом деле В этом ничего тяжелого нет Ну что я еще хотел сказать По поводу Преимущественности Семейного образования Я уже сказал Там одни сплошные В общем-то плюсы Главное выбрать И главное этого захотеть С ребенком Конечно А как системой Образования Ты взаимодействуешь Ведь наверное Система Она на той системе Чтобы не выпускать Своих адептов И она Работает По заказу Кого-либо И понятно Что семейное образование Оно несколько Противоречит Системному образованию То есть Выходит из Семейного образования Несколько другие Люди С другим Мировоззрением С другими Представлениями О жизни И вот Тут мне кажется Должны быть Какие-то Противодействия Ну Может быть Они открыты Или скрыты Но должны быть Вот я смелюсь Сделать такой прогноз Благоприятный Почему? Потому что я вижу По своему ребенку И по окружающим Детям Которые учатся Именно в школе Что пройдет Некоторое время И дети Которые Закончили Ну Скажем так Полный цикл На семейном образовании Школу Либо Какую-то большую часть На семейном образовании Особенно последние классы Они будут востребованы Ну Если вот Брать сегодняшнее положение Вещи Что примерно Как сейчас Все происходит Да Скажем так То эти дети Они будут Уже взрослые Да Уже взрослые люди Они будут Задействованы И затребованы Очень сильно И та же самая Оплата труда Она будет Намного выше Эти дети Намного больше Будут конечно знать У них кругозор Будет намного шире Почему я это говорю Потому что я это вижу Что действительно Это такой труд Репетиторский То есть Если человек Что-то не понял Ребенок не понял Мы дальше не идем Это Такое Замечательное открытие Которое Можно сказать Что Действительно На рынке труда Если так можно выразиться Те же самые дети Не будут востребованы Но это одна сторона медали Другая сторона медали Востребованности Какой То что просто Здравые Здравомыслящие люди Вырастают Которые Ну действительно Школьную программу Усвоили Но кроме школьной программы Они еще Дух семьи И вот Дух вот этого Взаимного общения Потому что На таком общении Близком То есть Родители Сперва выступают В роли родителя А потом Через некоторое время Родители выступают В лице Учителя Это конечно Накладывает Определенные Нюансы На взаимоотношения И определенные Конечно Обязанности Ну и определенные Могут быть острые углы Например И Или наоборот Приятные моменты Тоже есть На это тоже Надо быть к этому готовым И на это сразу Обратить внимание Почему? Потому что Если ребенок С ребенком Например Какие-то конфликтные Ситуации Происходят То Семейное образование Покажет Кто есть Кто И Ребенка Особо пальцем Показывать При этой ситуации Вообще никакого Не имеет То есть Это значит Что где-то Какие-то пропуски Как только Ну скажем так Как только Какие-то Неприятные Моменты Во взаимоотношениях С ребенком Начинаются Например В школьный Момент Именно обучения Вот именно идет урок И начинаются Например Какие-то Ну может быть Нервные нотки Или какие-то Нервные напряжения И чувствуется Что друг друга Скажем так Учитель и ученик Если так Конкретно брать на уроки Они друг друга не понимают Все Сразу надо идти в зеркало Смотреться на себя И понимать Что все дело в тебе Это значит Где-то ты много-много Времени назад Какое-то сделал упущение И теперь это упущение Надо Нахлестывать Нахлестывать И нахлестывать Именно в этой сфере обучения Если может быть Какая-то невнимательность У ребенка Или что-то Он недопонимает Или Все что угодно Значит надо идти Смотреться в зеркало И думать Что же с этим делать Это вот Ни в коем случае Голову в песок не зарывать И от этого не отходить Почему? Потому что Дальше будет больше Если будет Понимание и недопонимание То это конечно Конфликтные ситуации Будут создавать Какие-то напряжения Это все мешает Обучающему процессу Конечно Образовательному процессу Ну давай вернемся К системе Вот Вы решили С супругой Ты настоял Да могу рассказать Ты настоял Да супруга Подчинилась Шантажу И насилию С твоей стороны И согласилась Сказала Ну и фиг бы с тобой Давай И ты вот фиг бы этот взял В карман положил И куда пошел Ну надо Дойти в должное Она хоть и боялась Но все равно согласилась Мы пошли в школу Мы пошли в школу Провели долгую беседу С директором Нас очень долго И настойчиво Отговаривали Но в общем-то Никаких особых Таких вот Ну может быть Резких ноток Или еще такого Не было То есть Нас отговаривали 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 Такой Обычный Такой временной Отрезок Времени Который они Тратят На То что Наш ребенок Например Сдает Какие-то зачеты Каждую четверть Им за это Никакой доплаты Не идет То есть У них закончились Уроки Они обязаны Оставаться И проходить Какие-то зачетные Процедуры Вот эти Стационные С нашим ребенком Им за это Доплаты Нет Но тем не менее Очень сильно Нас они тут Уговаривали Упирали на то Что у нас нет Педагогического Образования Кстати Педагогического Образования нет Главное быть родителем Этого достаточно И любить своих детей Это вполне достаточно Чтобы быть еще лучше Чем педагог Вот Этого вполне будет Достаточно Еще раз могу сказать Вот Ну и Самое лучшее Самое лучшее Конечно же Не обострять Какие-то конфликтные Ситуации Создавать А просто Солаться на закон То есть просто закон На самом деле На сегодняшний день Он находится На родительской стороне Есть такой Федеральный закон Могу конкретно сказать К которому надо Пожалуйста Посмотрите А 29 декабря 2012 года Номер 273 Об образовании В Российской Федерации Туда достаточно Заглянуть И там прописаны Именно права То есть Когда вы приходите В школу Это все Носит Уведомительный характер То есть Не такой Что А можно Или там Еще что-то Такое Разрешите Или там Заявление Какое-то Это просто Именно Уведомительная Форма То есть Вы просто Уведомляете Школу Что вы будете Согласно Закону Такому-то Такому-то Там 273 И так далее Статья 17 Кому интересно Запишите Форма Получения Образования Формы Обучения Бывают Разные Там есть Второй пункт Могу Вот Конкретно Даже Сказать Может В Российской Федерации Образование Может быть Получено Вне Организаций Осуществляющих Образовательную Деятельность В форме Семейного Образования И самообразования И вот Есть Третий Пункт Обучение В форме Семейного Образования И самообразования Осуществляется С правом Последующего Прохождения В соответствии С частью 3 Стати 34 Настоящего Федерального Законно Промежуточные Государственные Итоговые Аттестации В организациях Осуществляющих Образовательную Деятельность То есть Фактически Фактически Я могу Сказать Что Надо будет Написать Заявление Где вы Уведомляете Школу Что вы Именно будете Находиться На семейном Образовании Потом Надо Прийти Конкретно Мы приходили Вот Мы живем В Омской Области Есть Такой Рабочий Поселок Муромцево Мы пришли В местный Комитет Образования И Написали Заявление Тоже Уведомительного Характера Согласно Закону Поэтому Ну Максимум Могут быть Какие-то Нервы Может быть Люди Могут Недопонимать Я имею ввиду Учителя Директора Там Заочи Могут Как-то Они Конечно Напрягаться Как говорится По поводу Того Что они Какое-то Своё Лишнее Время Будут Тратить Ну Есть Такое Ну Ничего Не попишешь Закон Есть Закон Закон Надо Выполнять Закон Надо Соблюдать Родители Имеют Право Выбрать Раз Он Выбирает Ну И Всё В общем-то Единственное Что по Областям Могут Быть Разночтения Надо Изучать Именно Ещё Закон Конкретной Области Где Живут Родители Там Могут Быть Разночтения Вот Ну Слушатели Которые Слушают Я хотел бы Такой Вопрос Задать Можно Попозже На него Ответить В чат И Сюда Потом Не Передадут Кому Нибудь Выплачиваются Компенсации Вот Например У нас В Омск Области Очень Хорошо Сделали В данном Случае У нас Имеется Закон Который Выплачивается Согласно Которому Нам Выплачивается Компенсация Денежная За Наш Потраченный Труд Вот Конкретно Наша Семья Там Разбито Всё По Классам Ну И по Часам Сейчас Сделали Ещё По Часам Конкретно Мы Получаем Если На месяц Переводить То За Ребёнка Получаем На руки 78816 Рублей Когда Мы Только Оформляли Документы Мы Особо Об этом Даже Не знали Что-то Слышали Издалека Но Мы Даже На это Не Настраивались Будет Будет Не Будет Не Будет В Деньги Мы Не Упирались Но Когда Потом Оказалось Что Действительно Это Есть Мы Уже Изучили Законы Мы Конечно Написали Заявление И Вот Получаем Тоже Это Очень Приятно Очень Все Эти Деньги Они В любом Случа Идут Конечно На Ребенка То есть Мы Закупаем Учебники Мы Купили Сразу Хорошую Ростовую Парту То есть Парта Которая Растет Вместе С Ребенком И Стул Специальный Чтобы Осанка Осана Чтобы Тоже Было Ему Удобно Чтобы Он Не Сутулился Держал Спинку Ровно И так Далее Те Учебники Заказываем По интернету Нам По почте Их Присылают То есть Мы Даже В магазин Не Ходим Очень Тоже Удобно Какие-то Спомогательные Предметы Спомогательные Какие-то Может быть Есть Предметы Для Обучения Тоже Можно Все Это Покупать На Власти Они Должны Разработать Соответствующий Областной Закон По Выплате Компенсации Но Это Уже Решается На Уровне Области Каждой Поэтому Конечно Надо Этот Закон Тоже Вызучить В каждой Области Человеку Родителям И Вывести Уже Какой-то Определенный План Действий Ну И В общем-то Если Возвращаться К этой Истории Мы Пошли После Того Как Мы Написали В школе Заявление Уведомительное Мы Пошли Написали В комитет Образования Там Тоже Было Много Разговоров Ну Все Эти Разговоры В общем-то Свелись К тому Что Ну Как Есть Закон Мы Хотим Попробовать Не Мы Мы Посмотрим На Результаты Тоже Такой Хороший Аргумент Я Приводил Давайте Посмотрим На Результаты Что Это Будет Потому Что Родители Есть Родитель Конечно Он Не Педагог Отдельно Мы На Этом Понятии Не Будем Останавливаться Но Факт В том Что Педагог Все Равно Не Родитель Лично Мое Мнение Я Придерживаюсь Такое Что Родитель Если Он Выбрал Действительно По-доброму Своего Ребенка Образовывать Он Это Сделает Конечно Ну Уж Не Хуже Это Точно Чем В школе Пресловутые Пропуски Те же Самые Ребенок Вот Я тоже Хотел Подробно Остановиться Ребенок Он Фактически Получает Двойную Тройную Нагрузку Он Приходит В школу Просиживает Урок Вернее Все Уроки Потом Приходит Домой Ему Надо Сделать Домашнюю Работу Потом Ему Надо Начинать Нагонять То Что Он Пропустил Например Неделю Или Двух Недельной Давности И Тем Не Менее Он Все Рано Днем Ходит В школу На мой Град Здесь Какой-то Абсурд Так Тоже Дело Не Пойдет Или Я Помню У нас В школе Было Кто Пойдет Какие-то Стулья Таскать Все Мальчишки Подняли Руку Их Вывели Они Довольные Такие Что С класса С Предмета С этого Текущего Сурока Отпустили А то Что Знания Не Усваиваются Все Это Мимо Пробежит Надо Потом Дома На это Время Тратить А еще Домашние Задания Задают Еще Что Ты Не Понял Это В голове Конечно Как-то У детей Не Укладывается И Вот Если Такие Происходят Моменты В школе Когда Куда-то Дети Уходят Или Их Вызывают Или Дети Вынуждают Пропускать Занятия Конечно Это Тоже Не Дело Потому Что Потом Это Все Приходится Дома Нагонять И Получается Бессмыслица То есть Фактически Ребенок Он не видит Ценности Знаний Он видит Только В том Чтобы Отсидеть Вот Просто Отсидеть И То есть К тому Как бы Подводят Подводят Сами Такие Вот Моменты Что Просто Ты Отсидел Ушел И Все А Знаешь Не Знаешь Но Это Уже Как Нибудь Главное Оценку Получить Конечно Это Тоже Я ему говорю Либо Ты знаешь Либо Ты не знаешь Ну Как Какие Могут Быть Оценки Либо Ты знаешь Либо Не Знаешь Все Да Где-то Он бывает Плавает Я говорю Вот Здесь Ты плаваешь Ты сам Видишь Да Вижу То есть Самостоятельность И здравое Рассуждение Вот Я как родитель Я доволен Действительно Я бы не сказал Что я совсем Скажем так Сквозь пальцы Смотрю на результаты То есть Я результаты В общем-то Всегда требую Ну Естественно С оглядкой на ситуацию То есть Я вижу Что Не в состоянии Ребенок Просто вот это усвоить Мы просто откладываем Эту тему И к ней позже возвращаемся Тоже очень важный момент В школе Это тоже не всегда получается Не все дети могут Одинаково учиться Кто-то раньше Кто-то позже Я вот вижу Например По математике У него он страдает По русскому Он там вперед Например Лучше у него получается Мы на математику Больше упор делаем Например Ну Плюс еще Сами учебники Конечно Не очень Тогда Алексей Учебники Это вообще беда Да Ой Учебники Да Но я могу сказать Про свой Тоже опыт Вот конкретно Я говорю про себя Вот кто там Что это Пожалуйста Пусть они про себя Скажут Скажу про себя На сегодняшний день Я и вот Мы вместе с женой Ну в общем-то И сын Особо об этом не задумывается Но ничего против По крайней мере Не имеет Мы пришли к выводу Что мы Купим Или где-то Достанем Советские учебники То есть вот Может у кого-то Если валяются Не выкидывайте Ни в коем случае Могу сразу Порекомендовать Их собрать Где-то может быть По знакомым Потому что Вот мы кинулись Нигде толком нету Или каких-то 90-х годов Или 80-х Они вроде Советские Но каких-нибудь 80-х Там тоже Ну как-то не очень Все это досконально Изложено На мой взгляд Поэтому Конечно Если до каких-то 80-х годов Есть А еще лучше Может быть Там еще пораньше 70-х годов Это вот Самая идеальная Была бы такая Версия Обучения То есть На сегодняшний момент Мы пришли К выводу Что надо Обязательно Иметь домашние У нас Нам дома Советские учебники И проходить Параллельно То есть Мы смотрим В учебник Вынуждены Скажем так Смотреть В учебник Современный Потому что Некоторые Моменты Отслеживают Именно Знания Именно По этому Учебнику И будем Заглядывать В учебник Советского Образца Представляю Так 30-х годов Это я сам Пришел И я вижу Ну просто Очень трудно Даже И знания Преподавать И как-то Рваные знания Действительно Что есть То есть Рваные знания Какие-то Все как-то Не причестлено Не прилизано Как-то Кусками Кусками Вот так Какая-то Действительно Нет общей Картины Мозаики Какие-то Калейдоскопы Чехарда То что Называется Я так Представляю Достал Учебники 30-х годов И по Партии По курсу ВКПБ Ребенок Историю Сдает И Мария Ивановна И старичка Впадает В штопор И так Далее Да Ну ладно Хорошо А давайте Разберем Такой вопрос Что касаемо Социальной Сферы Ведь Очень часто От психологов Приходится Слышать Следующее Что Ну вот Вы дома Своего ребеночка Пестуете А ведь Жизнь она не такая Надо ему Общаться с друзьями Со сверстниками Получать иногда Подзатыльники Тумаки Учиться Себя Постоять Опять же Риторика Со сверстниками Она очень важна Как ваш ребенок Себя потом будет В жизни Взрослый Чувствовать Вы же его там Обедняете Ну и так далее И тому подобное Наверное Приходилось такие Тоже доводы Слышать Поддаю своего ребенка Чтобы из него Сделали еще Одного социального Какого-то Скажем так Социальную Какую-то Единицу Чтобы именно Он вот в этом мире Умел вращаться Чтобы все Претензии Все требования Которые К нему предъявляют Современная Социальная Жизнь Чтобы он мог Выполнить Ну лично Нас это не устроило Почему Потому что Ну Не хочется Повторяться Но Итог такой Что дети Вырастают Действительно Уже Полностью ориентированные Вот на какие-то Ценности Которые Вот в нашей Семье Например Не поддерживаются Соответственно Если я имею Право по закону Воспользоваться Семейным образованием И действительно Своего ребенка Воспитать Так как я считаю Нужным И вижу И дать ему Действительно И мировосприятие Какое-то дополнительное Естественно К этой Стандартной Программе Я имею Конечно Это право Сделать Как родитель То есть Это все По умолчанию И даже Не обсуждается Естественное Право Любого родителя Воспитать Так своего Ребенка Как ты хочешь А конкретно То что касается Социализации Сильно не надо Торопить К ней Почему Потому что Какие-то Моменты Которые возникают Вот у нас Как Оно все Естественным путем Идет Просто Надо родителям Внимательно Держать нос По курсу И смотреть Ага Если ребенок Уже Созрел Для какого-то Общения Если он Например Хочет ходить В какие-то Кружки Например Наш сын В первом Классе Ходил В три Кружка Он ходил Ну то что У нас здесь Было Было Здесь у нас Карате Вот Прямо Летих детей Что интересно Потом было Рисование Пение И еще На четвертый Ходил На драм Кружок Потом В итоге Он отказался От пения Походил В драм Кружок Потом Отказался От карате На сегодняшний день Он ходит Только на рисование Он на рисование Находится Там тоже есть Именно в школе В школе искусств Есть у нас Школа Искусств И при школе искусств Есть Тоже именно Официальное Скажем так За которое Дают корочку Если кому-то Это интересно Именно образование Художника То есть Вот он Учится на художника Ходит Как он выражается На художку У него там Куча знакомых Куча друзей Вполне общается Во дворе Он тоже Со всеми Общается И Конечно Он ощущает Специфику Вот эту Что он в школу Не ходит Где-то даже Поначалу Он стеснялся Чуть-чуть Что вот Ну как же так Ну так Особо не говорил Особо не говорил Почему Потому что Опять-таки Вот эта социальная Оболочка Которая нас окружает Она Диктует Такое Что когда мы говорим Например Что у нас ребенок Семейного образования У людей У многих глаза Очень сильно округляются Они начинают заикаться И переспрашиваются Что это такое Как это выглядит И ужасаются Очень сильно То есть для них Для многих людей Современных Это какой-то вообще Из области Какой-то странной Фантастики И какой-то вообще Неподъемный Какой-то груз Ну в итоге В итоге Самое главное Чтобы Такие вот Родители Такие дети Объединялись Потому что В нашем окружении Не так уж и много Детей Которые находятся На семейном образовании И вот тут Поддержка Конечно нужна Потому что дети Все равно Они есть дети Они конечно Других детей Ориентированы Им тоже хочется Какого-то социального Как говорится Общения с этими детьми И когда вокруг Дети Которые учатся Только в школе Ну конечно Где-то Ребенок Чувствует себя Ну вот Скажем так Ну не то чтобы Не в своей тарелке А Общность То есть еще важна Общность Чтобы вот Что же кто-то Что тоже был На семейном образовании Все вокруг Школьниками были А то вот они там Например будут на меня Показывать пальцем Что я на семейном образовании Они там в школе Вот Хотя конечно Ему как ребенку Вот этого сравнить Не дано Потому что все-таки Он с первого класса Пошел на семейное образование Но зато У нас свой график То есть если Например летом Ближе к лету Да Весной Осенью Мы пораньше встаем То есть можем И с восьми Например обучение начать Ну вообще с девяти Да в школе начинается У нас по крайней мере здесь Если например зима Темнеет И темнеет И светлеет рано Поздно извиняюсь И темнеет тоже И стемнеет поздно То конечно Мы можем стать позже Можно стать в восемь Например в девять Приступить к занятиям В десять Или например Он чувствует какое-то Недомогание Не надо никаким врачам Эти ничего не надо Просто мы видим это И все То есть мы сами И принимаем какое-то решение Не надо ни перед кем Оправдываться Ни какие записки Кому-то писать Просто Занимаемся Оздоровлением Или может быть Насколько может Он сегодня На какую-то нагрузку Потянуть Он эту нагрузку тянет Вот и все То есть Все полюбовно Все вопросы Абсолютно решаются Нету такого Что вот Ребенок уже Иногда Сам устал в школу Ходить Начинает придумывать Как бы ему заболеть Я помню Мы были мальчишками Кто-то там На улицу выбегает Что-то пытается Надышаться Там холодным воздухом Холодной водой Выпить Другой там Чуть ли не ногу себе Чуть ли не ногу себе Или руку хочет сломать Лишь бы в школу не ходить То есть Ну вот Такого вообще Здесь вот Нету такого Момента А это же Если делать проекцию Это же что воспитывается В человеке В человеке воспитывается Уже это двуличие То есть Вот Меня заставляют Я вот не хочу Мне надо прийти Придумать Какой-то аргументик Такой Чтобы родители поверили В школе поверили И начинается Вот это вот Уже двуличие Тоже ни к чему хорошему Придумывание Придумывание Отмазок Да Да То есть Вот Конечно В ребенке Как испытать честность В ребенке Честность Совестливость Если вот На такой платформе Находиться Мне кажется Это очень трудно Сделать Ты когда говорил Про кружки Я так вспомнил Агния Барто Да А что болту не лидом Так это Вовка выдумал Болтать-то никогда Мне болтать Некогда Драм-кружок Кружок по фото Хор-кружок Мне петь охота За кружок по рисованию Тоже все голосовали Здесь карате не перечисляется Тогда карате еще не было Ладно Хорошо Вот давай теперь еще Коснемся Такой немаловажной Составляющей Домашнего И вообще Школьного образования Это успеваемость Если сравнивать Успеваемость При домашнем образовании Успеваемость При школьном образовании Со сверстниками Вот так Объективно Тебе в голову приходило Если сравнивать Если приходило То какие выводы Ты для себя сделал Ну что касается оценок То оценки В основном у него Четверки-пятерки Вот единственное Что Вот я могу сказать У нас была Последняя В третьем классе Последняя четверть По английскому языку Вот Нам Нам Опять-таки нам Даже не ему А нам На зачете На тестационном Поставили три Вот Все остальные Четверки-пятерки А почему Третье поставили Ну Конечно Вот Там Можно намного Уповать То есть Тот же самый Учебник Не совсем Не совсем Конечно На мой взгляд Правильно оформлен Там много у меня Нареканий Кое-что Очень трудно До ребенка донести Потому что Английский Все-таки рановато Но я считаю Что иностранный язык Значительно позже Надо учить Значительно позже Но никак не во втором классе И Скорость Подачи материала Высоковатая На мой взгляд И требования у учителя Ну То есть Если на местах брать Требования учителя Были высокие То есть Это все в комплексе Дает какую-то оценку Но Мы на этих оценках В общем-то Вообще не заморачиваемся То есть Ну Надо ему знать Английский язык Все равно Он его будет знать Все равно Мы ему выучим К примеру Тот же самый И А если ему не надо Ну Значит В пределах Школьной программы Он просто его будет осваивать И все То есть Оценочной ориентации Мы вообще никакую Не осуществляем То есть Ну есть три Ну и три Вот четыре Четыре Пять Конечно где-то оно екает По старой советской Как говорится Привычки Да Ну по большому счету Знание есть знание К тому же Я вижу объективно Например Спрашивали Например на этом Зачете Спрашивают то Что ну не совсем Акцент на это делался Во всю эту Обучение А спрашивают Ну спрашивают Спрашивают По какой-то причине Непонятной Потом может быть Чтобы как-то Ну более Какие-то строгие Может быть Зачеты составляют Я вот не смотрел Например Какие у них там Контрольные работы По тому же самому Английскому языку Ну вроде говорят Такие же Вот Ну преподаватель Сама потом призналась Что в общем-то Это трудный Трудный был зачет И тройки были И двойки Говорит Были Вот Некоторые Не сдали Ну кстати Ничто не мешает Пересдавать То есть Есть такая форма Что можно пересдать То есть пожалуйста То есть Если кто-то например Чувствует Что как-то ему Неприятно Что какая-то Это низкая оценка Пожалуйста Можно переподготовиться И пойти еще раз сдать То есть Ничего не мешает Это сделать На другую оценку А скажи Обязательно ли Каждую четверть Договаривая Ну приходить Сдавать Или можно договориться Что приходить Например раз в полугодие Или в конце года Приходить И все скопом сдавать Ну вот Закон Регулирует Это очень интересно Там об этом Подробно вообще Не говорится И можно трактовать Следующим образом Начиная от того Что каждую четверть И заканчивая От того Что раз вообще В 9 лет Вот так вот Смешно это выглядит На практике Я не слышал Чтобы кто-то сдал Раз в 9 лет Или там Раз в несколько лет Ну вот Раз в год Я слышал Что такое есть Что Ну конкретно Одну семью Такую знаю Где ребенок Раз в год Сдал зачет Аттестацию Благополучно Ему выплатили Тоже компенсацию За это образование Вот Ну конечно Это стоило Определенных усилий То есть Все не так просто То есть там Ну чисто Человеческого Плана Общечеловеческого Такого Сегодняшнего Плана Препятствия То есть Учителя по-своему Конечно недовольны Комитет образования По-своему Недоволен Но Как говорится Закон 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 написан Для всех Слава богу Родители поддерживают В этом плане Поэтому Просто пользуйтесь Законом И если вы чувствуете Что Вы Сможете То есть Одно дело Воспользоваться Этим правом Потому что Хочется Да хотелка А другое дело Что способны ли Способны ли Каких-то аттестаций Девять лет Ребенка учить Но я вот даже Вот так вот Положа руку на сердце Ну Вот Сейчас я подумываю На раз в полгода Вот мы три года Отучились Раз в четверть Мы сдавали зачет Вот про свой опыт Опять-таки говорю Я вот про свой другой опыт Хочу сказать Что я подошел К таким ощущениям К своим внутренним Что где-то Может быть Мы перейдем сейчас Не то что Может быть Ну вот подумываем Да Перейдем на раз В полугодие Раз в полугодие Потому что Все-таки нагрузка Вот каждая четвертная Она Ну и стресс Все равно ребенок Мандражирует Мандражирует Немножко с первого класса Зачем такая нагрузка На психику То каждую четверть Надо что-то ходить Куда-то сдавать Каким-то вот Учителям Кому он не привык Например Для меня это смешно И для Моей супруги Слышать Что когда наш сын Говорит Вот Там все бегают Кричат Заглядывают Мне это говорит Сильно мешает Средоточиться Я начинаю путаться Например И там ошибки Какие-то делать Такой момент Что ребенок Испытывает Даже неудобства То что ему все мешают Хотя с другой стороны В школе Вот как раз Это и есть Что социальная сфера Там своя А он Из тихой Спокойной установки Туда окунается Где каждый занимается Непонимчиво Да Ну с одной стороны Это минус Ну как Сейчас же преследуется Цель просто Качественное обучение Не дать А не так что Качественное обучение С помехами вокруг А идеальными Визуальными Такого же А стрессоустойчивость Тоже должна же быть Какая-то Ну зачем Третий класс Какая стрессоустойчивость Такого момента пока нет Ну можно конечно Чтобы он был готов В жизни Ну кто хочет Конечно можно И стрессоустойчивость Какую-то таким образом Прививать Ну на мой взгляд Конечно этого Пока не стоит делать Ну факт То что Факт то что Можно сдавать Раз в полгода Мы пришли к выводу Что вот хотим Почувствовать Сейчас просто Прорабатываем Продумываем Раз в полгода Еще с какой целью То есть те же самые Вот учебники Советские Которые мы хотим Купить Для того чтобы Просто в них Тоже разобраться И Ребенку давать Какие-то дополнительные Знания Уже из этих учебников Более Полноценные Скажем так И более Развернутые Для этого Там же не все темы Скажем так Не все же темы Идут один в один Как было в советской К примеру Время Они же немножечко Все равно перемешаны Перетусованы И когда у нас есть Ход Времени Только в четверть То этого хода Времени Недостаточно Вот я это четко вижу Чтобы и по советским Учебникам Как-то пройтись И по Именно утвержденным Государственной Ну в данном случае Мы по школе России Учимся Именно школу России Именно программу Школы России Тоже поддерживать Именно тоже Вот успеть За эту четверть Почему? Потому что некоторые темы Могут туда-сюда гулять Туда-сюда гулять А когда у нас есть полгода Конечно же Мы можем уже вот Тусовать и оперировать Некоторыми темами Более удобно Более удобно Ну Посмотрим конечно Что из этого получится На мой взгляд Будет только лучше На мой взгляд Будет только лучше Ну давай еще раз Берем тему К чему надо быть готовым При семейном образовании Как-то пока мы ее Не обсудили Какие-то есть Подводные Может быть камни Подводные камни Самый главный Подводный камень Я вот еще раз повторяю Это просто выбрать Внутри себя Что вот это вот Надо вот Просто применить Если есть возможность Вы даже пожалуйста Не сомневайтесь Будьте уверены Вы на верном пути То что В школе Все это я сказал Просто закон Родители поддерживают Пишите заявление Коротко Если да Я повторюсь Пишите заявление Уведомительно Пишите в комитет образования Местный Может быть другое название Какое-то Может по областям Быть до других Субъектов федерации Скажем так Пишите тоже Уведомление Заявление Уведомительного характера В комитет образования Что вот вы хотите Так-то так-то делать По четвертям Ну попробуйте По четвертям Хотите Если уверены Полгода Или за год Пробуйте Мы к этому Пришли постепенно Не было Очень много Информации Не было Примеров Вокруг Дает просто За вторую четверть Итоговую За полугодие Скажем так Даже не за вторую четверть А за полугодие Поэтому Пришел и выложил Да Понятно Да Там еще есть Законодательные ограничения То есть тоже Нельзя слишком много По-моему Только 12 Вот по крайней мере По Омской области Сейчас я посмотрю Запись По-моему Только 12 Сейчас запись Посмотрю 12 контрольных в год По закону Но я вот Этот закон Еще мне просто Подсказали недавно Я этот закон Еще своими глазами Не видел В Омской области Что 12 контрольных В год только можно Потому что ребенка Тоже нельзя Сильно Перенапрягать То есть вот Когда например Каждый день Зачет 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 У него аттестация Аттестация Конечно это трудно И вот тоже Оказывается Закон регулирует Вот недавно узнал С этим вопросом Буду разбираться Ну и по ходу Конечно родители Становятся Где-то и юристом Где-то и психологом Не очень такое слово В общем Семейное образование Для всех называется Родителем Да Родителем Становится родителем С большой буквы Так скажем Потому что родитель Это вмещает в себя И имеет емкость Всех вот этих Выше названных Скажем так Объектов Уже на уровне Просто своего Родительского инстинкта Вот так вот Ни дать Ни взять Ни больше Ни меньше Хорошо Тогда такой еще вопрос А ты сказал Что в Омской области Все хорошо устроено Деньги получаете вовремя А как и куда Подавать заявку На получение денег Вот в школу Вы пришли Уведомили Написали бумажечку О том Что с 1 сентября Мы занимаемся Минобразованием Прошу вас Значит Считать Что ребенок Приписан к вашей школе Будем приходить Раз в четверть Сдавать экзамены И все Положил бумажку на стол Попрощался И ушел Уведомил Но ведь с деньгами Такой вариант Не получается Нужно куда-то Написать бумаги Принесить какие-то Спарки и так далее Да Приходите в комитет Образования И пишите заявление Что согласно Ну Есть федеральный закон Федеральный закон Сейчас немножечко поменяли То есть Если вот на этом Останавливаться То вот по закону 92 года Родителям Обучающим ребенка В семье Воплачивались Денежные средства В размере Затрат на образование Ну На каждого ребенка Ну Через некоторое время В 2003 году Вышел 131 закон 131 федеральный закон Об общих принципах Организации местного Самоуправления В Российской Федерации Ну Я могу прям Зачитать Две строчки Чтобы просто люди Формулировку услышали Организация общего образования В том числе И в форме семейного образования Стала относиться К полномочиям Органов местного Самоуправления Муниципальных районов Городских округов И предыдущая 40-ая статья В выплатах Была отменена Вот Так же Как и примерное Положение Семейного образования То есть федеральный закон Регламентирует Что это должно быть А Ну Именно выплаты Именно выплаты По семейному образованию А как это будет выглядеть Какие суммы И какие-то Может быть еще дополнительные Может быть требования Или нюансы Это уже На уровне областных Органов управления Решается То есть Вот этот закон Этот Вернее Вот эти вот моменты В каждой области Родители могут В общем-то Ну сейчас интернет Все это доступно Можно просто зайти Набрать семейное образование И Выйдет большое количество ссылок Просто ознакомиться И все То есть Вот ничего сложного нету И Каких-то может быть Искать единомышленников То есть Если есть возможность Как-то Людям Объединяться Почему? Потому что и детям хочется общаться И родителям хочется общаться Друг друга поддерживать То Пожалуйста Конечно Это можно делать И даже нужно это делать Вот По поводу Омской области Тут Гладко да не гладко В каком плане Вот Некоторое время назад Хотели даже отменить Например Губернатор хотел отменить Компенсацию За семейное образование Но Появились хорошие люди На горизонте Вступились Даже вот Я Сам этого лично не видел Поэтому Поэтому Сошлюсь На статью В интернете Что Просто там Некоторое количество Семей Родителей По-моему 15 Или что-то такое Есть статья Кому надо Посмотрите Пришли добрые люди Снаружи Выступили И сказали Парень Ты тут Плакатиками А за плакатиками Что-то было Более интересное Хорошо Давай мы еще один вопрос Поднимем Который касается Следующего А как Создать Ну это Вы поговорили Вот если Вот так вот Если Такие моменты Когда вдруг У родителя Мало времени Он в чем-то ограничен Или У него Какая-то Нехватка Знаний Или Неуверенность В себе Но Как из этой ситуации Выходить Но хочешь чтобы у него Все-таки Домашнее образование Присутствовало Вот что ты здесь скажешь Ну здесь Несколько путей Есть Ну во-первых Надо Подключить Второго родителя Конечно же Желательно Чтобы это было Общеродительское Такое Остребление И желание Иначе конечно Это намного труднее Если второй родитель Не может никак Помогать С образованием Семейным То соответственно Надо подключать Уже следующий круг Родовой То есть вот В данном случае Например Бабушек Дедушек Вполне возможно Ну может быть Какие-то дяди 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 Тети Дяди Ну и так далее И так далее То есть вот этот момент Потом другой момент Конечно можно И репетиторов нанимать То есть это Не возбраняется Незаконом Незравым смыслом То есть если кому-то Охота И вот они имеют Такие финансовые возможности И доверяют Как человеку Тому репетитору Да Которого они хотят нанять Или репетиторов По разным предметам Что они еще дадут Конечно же Ему какие-то Зададут другие параметры Которые в семье Именно приветствуются В этой Ну тогда можно сделать и так Вот Слышал что есть такие случаи Что когда родители Например просто объединялись Они могут объединяться Как говорится В кружки по интересам И взаимно друг другу Помогать Либо Некоторое количество Родителей Занимаются Своими детьми И еще Какими-то другими детьми Те родители Как-то уже с ними Урегулируют Эти взаимоотношения Ну потому как Все-таки Какой-то это труд И может быть Там какие-то они Взаимные договоренности Создадут Ну не обязательно Может быть Деньгами компенсации К примеру Так если порассуждать Может какие-то Свои другие отношения Но факт в том Что можно Таким людям Найти друг друга В наше время Это все можно сделать И задуматься на эту тему Как вот именно Дать своим детишкам Действительно Хорошее Доброе Семейное образование В то же время И хороших людей Воспитать Добрых Совестливых И в то же время Сдать Все Требующиеся Аттестационные Ну и другие Какие-то зачеты Пройти аттестацию В общем То есть это все тоже Просто надо решать Думать Вот и все То есть Свобода здесь выбора Свобода действий Полная Зависит от родителей Цель которого Должна быть Воспитать Полноценного Чада Полноценного Ребенка Полноценного Члена общества Не с точки зрения Потребительства Потреблятства Как сейчас некоторые говорят А с точки зрения Именно здравомыслия Ну что ж Давай мы сейчас Наверное Прервемся на музыкальную Все-таки паузу Ты немножко отдохнешь А после этого После короткой музыкальной паузы Мы перейдем к вопросам От наших радиослушателей Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню, что По одному из современных календарей 1 июня 2016 года Среда По одному из старинных 11 день месяца ветров 7500-24 лета Мы говорим о семейном образовании Главный сведущий Святарус Один Юрий Лодин Кому так нравится Так и обращайтесь А мы переходим Потихонечку К вопросам Которые поступили В чате Народного славянского радио Напомню тем, кто еще Нас слушает Но в чате не бывал И не регистрировался В чат попасть просто Вам достаточно В любом поисковике Поисковике Набрать Народное славянское радио После этого Войти на сайт Slavomir.org И там найти слово Чат После этого Придумывайте себе Логин и пароль Раз и навсегда Не забывайте Указывайте Е-мейл Куда вам будет Приходить ответное письмо И в общем-то Все Можете Пользоваться чатом Задавать вопросы В живой эфир Общаться с друзьями Но самое главное Не хамить Не материться Гадости всякие Не писать И не мешать Общению других людей Не мешать ведению Эфира Вот это самое главное То есть вести себя По-человечески Что самое простое Наверное для любого Здравомыслящего Человека Также часто спрашивают А как попасть К вам на эфир Как что-то сделать Вот отвечаю Пользуясь моментом Отвечаю Если вы устраиваете Какие-либо праздники Какие-либо интересные Мероприятия Это Некоммерческие мероприятия Где Все строится на том Чтобы получить бабло Чтобы на потоке От людей Что-либо Себе в кармашек Положить То обращайтесь Просто-напросто Или через Вконтакте Или через Фейсбук Или В Одноклассниках Или через Скайп Или через Форум обратной связи Что проще всего На нашем радио Есть форум Обратной связи Пишите Я такой-то Такой-то Или мы такие-то Такие-то Устраиваем Такое мероприятие И мы с вами Общаемся Если видим Что на самом деле Цель у вас Не срубить Деньжат Не покосить Капусту А именно Сделать так Чтобы это Было полезно Для нашего Общества Для славянского И русского Мира Русскоязычного То в этом случае Милости просим Обо всем с вами Договоримся И сделаем эфир Если же вдруг Эфир вы не хотите Сделать А просто хотите Поделиться Этой информацией То сделаем анонс Разместим в разделе Праздники И в общем-то О вас будут знать Много хороших людей Причем денег За это мы не берем Поскольку радио Некоммерческое Ну вот Как-то так Такое объявление Сделал Да, еще напоминаю Что у нас работает Кроме того Чата, о котором я сказал Еще работает Первая славянская Социальная сеть Где вы можете Зарегистрироваться И будете уверены Что Ваши данные Никуда налево Не уйдут Вы сможете Общаться с друзьями Задавать вопросы И вообще Познавать Много чего в мире Ну и еще форум Там у нас есть Если кому-то это интересно Итак Вопрос от Сергея Прозвучало Следующее С восьми лет Образ заваять А как высказывание Воспитывать чада То есть Прививать Здравым образом Необходимым Пока ребенок Помещается Поперек лавки Так А вопрос Я не понял Какой вопрос Ну вопрос такой Что ты сказал Что вот с восьми лет Ну давай так Вот ты сказал Что с восьми лет Я перевожу От Сергея Что ты сказал С восьми лет Надо ребенка Уже обучать Образовывать Сто двадцать четыре сантиметра Вот Семь пять И волбут То же называется Он пишет Оттягивать Именно школьный момент То есть Ну до последнего как До восьми лет полных Тогда ребенок способен Уже целенаправленно обучаться Уже понимает Что это такое Какие-то требования Может выполнять Какую-то программу вести И например Семилетним Шестилетним детям Очень трудно Лучиться в школе Ну как правило Как правило То есть я беру Вот именно в среднем Потому что Дюансы бывают разные Конечно Да Мы на это обратили внимание Но во сколько вопрос Пришел То я его озвучил Следующий вопрос От Воронина Павла Обучение дома Это хорошо А как быть Если родители работают Да и в школе Обычной Идет ко всему прочему Общение со сверстниками А это на мой взгляд Необходимо Как быть с этим Опять же Частично мы ответили Но давай попробуем Более подробно Ответь на этот вопрос Ну По поводу Того что Если родители работают Им надо Задуматься Как можно решить Этот вопрос То есть Тут вариантов Несколько Либо кто-то из родителей Этим будет заниматься Один Другой работает Либо может быть Какие-то родственники Либо надо родителям Тогда В своем Каком-то окружении Может быть В городе Или в регионе И тогда Найти каких-то Одиномышленников И с ними Задаться вопросом Возможно Что это как-то Можно решить Именно сообща Как-то по-другому Можно нанять Репетитора Каждый решает Вольный решать Как считает Нужным Пожалуйста А по поводу Сверстников Я хочу сказать Что Как сказала Мархайям Лучше быть ни с кем Чем вместе с кем попало Конечно Может быть К ребенку Так строго Нельзя подходить Какое-то Должно бы У него быть Конечно Общение Естественно Но На своем пути Могу сказать Что я Просматриваю Просто Захожу Заходим В школу На какие-то Аттестационные Моменты У нас проходят То есть Мы приходим Сдаем аттестацию Смотрю Какие дети Как они Ведут себя Например Как На переменке Себя ведут Или как Например Ведут себя На уроке Меня Например Много не устраивает И соответственно Зачем Я задаюсь вопросом А хотел бы я Чтобы мой ребенок Получил Такую черту Характера Которая Присуща Например В школе Ту или иную Черту характера То есть Где-то Может быть В филоне Где-то Может быть Там На переменах Играть В какие-то Игры Постоянно Отвлекаться Или Например Просто Недостаток Именно Преподавателя Ощущается Например На ребенке На каком-то Что-то Им нужно Внимание А преподавателя Не может дать Конечно Начинает Опускать Начинает Опускать Начинается Разрыв Разрыв Ему неинтересно Ему неинтересно Он начинает Естественно Уже Как-то Выруливать Выюливать Как-то пытаться Может быть Всеми правдами Неправдами Какую-то Оценку Получить Или Как-то Там Чтобы Кто-то Помогал Например Из Одноклассников Или Чтобы Родители Постоянно Ему Помогали Делать Домашнее Задание Но Это Все Приводит К тому Что В общем-то Ребенок Приобретает Четы Характер Окружающих Детей А Окружающие Дети Приносят Все эти Приобретают В свою очередь Все черты Характера Естественно В своих семьях И получается Такое Некое Наслоение То есть Вот Как Вы возьмите Копировальный Аппарат И Разные Разные Списки Напечатайте Напечатайте Разные Какие-то Может быть Транические Разные Книги И вы Получите Какое-то Большое Наложение Ничего Прочитать Локом Невозможно Соответственно И на Ребенке На его Характер Отслаиваются Отпечатываются Вернее Черты Характера Других Каких-то Окружающих Учеников И Все это Непонятно Вообще Чем закончится Может Конечно же То есть Ребенок Он уже Не совсем Скоро Становится Ваш Именно Семейной Такой Родовой Точке Зрения То есть К нему Приносятся Какие-то Дополнительные Характеристики От других Семей То есть Если вы С этим Согласны Если Окружение Такое Достойное Ну Или как-то Может быть Нету Возможности У вас И вы Видите Что достойное Окружение В классе Ну Как-то Может быть Вы Пойдете На это Но Вот Мы Приняли Другое Решение Что Все-таки Пусть У него Будет То же Самое Такое Общение Пусть Будет Уличное Где-то Со Школы У него Друзья Есть Знакомые То В принципе Ему Достаточно Мы Смотрим Он ходит Еще В секцию Волейбола Баскетбола Там С мальчишками Общается На рисовании В основном Там Девочки Как обычно А на волейболе Баскетболе Мальчишки То есть Вот там В общем-то Они общаются Как Кто Что Гораст Но Оно Происходит Дозированно И Тренировка Все-таки Это Не школьная Программа То есть Тренировки Не более Такие Добровольные Это При школе Есть Такой Тоже Секция Иногда Они Отменяются Эти секции Иногда Просто Не может Или Не хочет Он Просто Не идет То есть Всегда Есть Какой-то Выбор А тут Надо И все Вот Он Не хочет Общаться Бывают Какие-то Конфликтные Ситуации Среди Школьников Ребенок Вынужден Просто В этих Конфликтных Ситуациях Участвовать Каким-то Образом Их Разрешать А надо Ли ему Это На сегодняшний Момент Какие-то Конфликты Со своими Учениками С Учениками Решать Или Нет Тоже Вопрос Да Я хочу Еще Тоже Поправить Во-первых Надо Понимать Что Семейное Образование В данном Случа Это Не Панацея От всех Бед И Часто Бывает Так Что У человека Или У мужа Или У жены А может Быть У обоих Супругов Нет Такого Призвания Что Что Донести Но Бывает Такое Бывает Поэтому Ну Наверное Не стоит Так Говорить Что Вот Это Единственный Способ Когда Вам Сами Надо Здесь Возможность Семейного Образования Только Уже Не Совсем С вашим Участием С участием Кого-то Как Правильно Говорил Юрий Или Кого-то Из ваших Родственников Или Может Репетитора Позвать Или Кого-то Еще И Самим При этом Как-то Почаще Присутствовать И так Далее Вот То есть Находить Способ Но Надо Понимать Что Это Не Панацея Во всех Случаях Такого Не бывает Каждый Ребенок Он Индивидуален Это Первое Во-вторых Для того Чтобы Понять Нужно Вам Это Или Не Нужно Достаточно Или Может Необходимо В первую Очередь Ответить Себе На Некоторые Вопросы Ответить Честно Первое Устраивает Ли Вас Тот Мир Который Есть Из Каких Людей Он Состоит Где Эти Люди Учились И Что Они Получили Где Они Получали Какой Системы И так Далее Вот Если Вы Честно Себе Ответите На Все Эти Вопросы То Тогда Вы Примете То Истинное Правильное Решение Единственное Верное Которое Будет Очень Верно Подходить В данной Ситуации То есть Заниматься Своим Ребенком Самому Самой Или Все-таки Доверить Своего Ребенка Того Великого Человека Который Должен Состояться В этой Жизни В этом мире Вот Той Системе Образования Которая Существует Для того Чтобы Он Стал Как Все Ведь Известно Еще Многие Не догадываются Я так Интересовался Определенными Изучениями Ученых И вот Что самое Интересное Как-то Ученые Не из России Не из Советского Союза Из Дальнего Зарубежа Кого Друзьями Трудно Назвать Россией Они Сделали Следую Изыскание В разных Местах Мира В разных Странах И у них Получилось Следующее Что Больше Всего В процентном Соотношении Гениальных Детей Рождается Именно В России И в Украине И в Белоруссии Ну Россия Понятно Это Если мы процент Наберем То проценты Более-менее сравнивают Все остальные Страны Они Как-то Вот Меньше Дают И чем Дальше От России Тем Вот это Меньше Еще Меньше Но Здесь есть Одна Немаловажная Еще Деталь Когда дети Приходят В первый Класс У них Вероятность Гениальности Уровень Гениальности Где-то В районе Восьмидесяти Тире Девяносто Процентов Когда Дети Дети Третьего Класса У них Сокращается Уже До Шестидесяти Пятидесят Процент А на выходе К десятому Классу Вот таких Вот гениальных Детей Остается От Трех До Восьми Процентов В лучшем Случае Восемь В худшем Случае Около Трех Вот Смотрите Что происходит То есть Когда вы Разберетесь С этим Вы поймете Конвейер Этот По Дебилизации Вас устраивает Конвейер Создания Вот таких Детей Которые Теряют Гениальность Вас устраивает Вы будете Довольны Тем Что ваш Ребенок Будет Как все То есть Социально Адаптирован Но Как все Он не Будет Гением Он не Будет Чем-то Хорошим Отличаться Он Будет Как все Вот Вы Хотели Кого Как В Кумбаторе Получить Как все Цыпленка Или Все-таки Вы Хотите Взрастить Личность Личность Которая Послужит Россией Послужит Украине Белоруссии Нашему Всему Славянскому Миру И который Что-то Сделает Полезного Для всего Славянского Мира Который Будет Жить По Совести Будет Делать По Праве А не Играть В Двуличие Не Играть В какие-то Игрушки Не Заниматься Потреблятством Вот Просто Ответьте Себя Что Вы Хотите Ответьте Себя И тогда Многие Вещи Встанут На свои Места И придут Те ответы Которые Вам Будут Нужны Которые Ребенку Будут Нужны Просто Не Обманывайте Себя Не Лгите Отвечайте Так Как оно И есть И вот Тогда Все Будет Хорошо И для Вас И для Ребенка И для Нашего Будущего Дальше Следующий Вопрос От Виктора Леонидовича По Каким На эту Тему Сейчас Повторюсь Есть Такая Программа Школа России То есть Мы Учимся Официально По Этим Учебникам И На Сегодняшний Момент Лично Уже Я Как Родитель Пришел К Выводу Что Надо Купить Или Где-то Достать В общем Мы Дали Даже Объявление Пока Еще Никто Не Звонил Что Мы Купим Учебники Советского Периода И Дополнительно Будем По ним Заниматься Вот Вкратце Это звучит Так Получается Будет Сдвоенная Программа Очень много Будет Параллельно Идти Одинаково Но Если Что-то Где-то Будет Отставать Либо Замедляться Мы Будем Походу Уже Смотреть Что-то Может Убавлять Что-то Добавлять Придется Варьировать Да Я думаю Что Лишние Знания Лишними Не бывают Как у нас Говорят Часто Лишние Знания Есть Дополнительные Знания Есть Знания Расширяющие Кругозор И Чем Больше Именно Знаний Не Вдалбливания А именно Знаний Не Зубрежки А именно Понимания Будет Вашего Ребенка Тем Проще Будет В жизни Ориентироваться Продолжай Пожалуйста Извините Прервал Да То есть Я бы Сказал Что Будет Не Больше Именно Этих Знаний А они Будут Глубже Потому Конечно Есть Еще Лучшие Какие-то Системы Образования Чем Советское Образование Безусловно Это Просто Как Говорится На безрыбье Рак Рыба То есть Если У кого-то Есть Может Быть Какая-то Другая Программа Я буду Трукорад Пообщаться Или Почитать Такую Программу И на нее Можно Даже Перейти Если Она Лучше Действительно Но Так Длинувшись Вокруг Пока Ничего Лучше Я не Вижу Вот И Кстати Вот Я еще Прошу Обратить Внимание Как Обучались И обучаются Например Какие-то Скажем так Персоны Высокого Полета Даже В нашем Мире Только Индивидуально Только Репетиторы Какие-то Наставники И так Далее Взять Даже Какой-то Учительский Ученический В духовном Смысле Пример Тоже Все Индивидуально То есть Если Есть Какие-то Может Быть Там Школы Например В Тибете Каких-то Может быть Монашеские То Там Развиваются Несколько Другие Принципы Взаимоотношения Поэтому Нельзя Это брать В пример А вот Если Взять Царскую Россию Например Какие-то Высокопоставленных Может быть Людей Они в школу Не ходили У них у всех Были Личные Какие-то Преподаватели Которые Приходили К ним Домой Учили Их Чат Может Быть Иногда Кто-то Подавал Родителей Но факт В том Что Я бы Не сказал Что На сегодняшний Момент Вот это Социальное Если он У ребенка Убрать Именно Социальное Общение Просто Предыдущие Допавить Хотел Это Прям Как То Очень Даже Не так Хорошо Вопрос От Светы Я Хотела бы Обучать Своего Ребенка Дома Но Я Воспитываю Его Одна То Мне Нужно Еще Работать Желательно Каждый День Какой Выход Может Быть В моем Случае Поддерживает Ли государство Родителей Обучающих Своей Детей Дома Мы Отвечали Это На вопрос Уже Я хотел Добавить Что Во-первых Государство Поддерживает Надо Просто изучать Закон Мы Об этом Уже Говорили Если Надо Я уже Не буду Повторяться Кому Надо Вы Прослушайте Пожалуйста Запись Если Да Попозже Если Такая Возможность Будет А Если Опять Таки Вы Не можете Воспитывать Его Одна Ну Просто Ищите Каких-то Каких-то В каком-то Своем Окружении Либо Ближайшем Либо В дальнем Каких-то Родителей Которые Тоже На Семейном Образовании Да Кстати Вот Еще Такой Момент Все Таки Это Лучше Все Начинать Именно Опять Таки С Первого Класса Или Наоборот Если Ребенок Уже Обретает Другого Характера То Соответственно Если Он Готов Он Может Самостоятельно Обучаться То есть Фактически Родитель Пишет Например Заявление Что Он Переводит На Семейное Образование Где-то Конечно Ему Помогает По возможности Может быть Вечером Или Еще Как-то Но Ребенок До такой Степени Сознательно Самостоятельно Что Большую Часть Работы Он Может Проделывать Самостоятельно Кстати Есть Такие формы Обучения Тоже Но Это Идет Уже В Более Старших Классах Ребенок Может Самостоятельно Обучаться Да Индивидуально Тоже Надо Учитывать Индивидуальность Ребенка Потому Что Некоторые С удовольствием Отленят От школы Чтобы Дома Тоже Ничего Не делать Поэтому Здесь Надо Всесторонне Изучить А потом Уже Браться За него Цель Надо держать Всегда Елена 777 Задает Вопрос В эфир Есть ли У вашего Ребенка Расписание Дня Занятий Сколько Времени В неделю Вы уделяете Русскому Языку Есть ли Физкультура Есть ли У вас Какие-нибудь Дополнительные Занятия Не предусмотренные Школьной Программой Ну Занятия Как я говорил У нас Индивидуальные Как и будут У любого Ребенка На семейном Образовании Почему Потому Что У нас Мальчик Он Подвижный Он Захотел Например Мы видим Что у него Уже все Уже пар кипит Уже все Он не соображает Ничего Мы говорим Иди побегай Все Мы прерываем урок Он идет Бегает Прыгает Скачет На шведской стенке На каких-то брусьях Или на кольцах Подтягивается В общем Бесится Как хочет Видим Он бесился Все Садимся Продолжаем заниматься Если мы видим Что он занимается Например Обычно Получается Что он первый урок Он высиживает 40-50 минут сам Сидит Потом начинает Все уже Начинает Подтормаживать У него Мозг Скажем так Он начинает путаться И мы делаем переменку И потом Где-то занимаемся По 20-25 минут Вот больше У него не получается Концентрироваться После первого урока И мы занимаемся Вот такими кусочками Занимаемся Так как мы с супругой Разделили обязанности Часть предмета Ведет она Часть я Мы сделали Следующим образом Один день мой По моим предметам Один день ее Что это значит В этот день Я преподаю все предметы Которые я считаю нужным И как считаю нужным А в тот день В другой Следующий Например Преподает Тоже супруг Как она считает Тоже нужным Вот Еще также Хотел момент такой Преподнести Что не обязательно Только сидеть заниматься То есть Мы также подошли Еще к такому моменту Что вот Желательно сделать конторку Я думаю Что я сделаю ему конторку Конторка Это такая стоячая парта Кто не знает Ну или Скажем так Парта учебная Под ребенка То есть Надоело ему сидеть Он постоял Стоя пописал То есть Там такая Скажем так Жердочка Под руку Под тетрадку Под учебник Он стоит Пишет 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 Например Устал стоять Раз посидел Проводились эксперименты И многие дети говорят Что очень даже Им удобнее стоя Вообще стоя Лучше усваивается информация И стоя идет лучше обучение Есть тоже определенная информация По этому поводу Вот я не буду На ней останавливаться Просто кому надо Поищите тоже по интернету Да И здесь надо отметить Что как раз Вот позапрошлый век Это хорошо известно И до этого Обучение производилось Именно с такими конторками Да И мало того Мало того Что многие писатели Известные Они не любили Работать Сидя Они все практически Писали стоя За такими конторками И тоже известно Что писари Многие При каких-то приказах Они тоже Трудились Не сидя Как это Васильевич Меняет профессию Помните Там знаменитую сцену Когда диктовали ему Этому Писарю А именно стоя Они писали И вот Сидячие Вот эти все Моменты Они появились Уже намного позже Так что Надо обратить внимание Да Стоя больше влазит Стоя больше влазит Ну канал прямой И с небом И с землей связан И тут получается Изгиб Дальше Вопрос Маленький момент Хотел добавить Что нагрузка на позвоночник В сидячем положении В шесть раз больше Чем предстоящем Делайте выводы У подрастающего ребенка Это критически важно Поэтому они все Потом дети Жалуются Что у них спина болит Или что-то Где-то Какой-то перекос пошел Ну и так далее И так далее Зрение там Ну все Начинает съезжать Все эти мышцы Все это Все застои В тазобедренных В тазобедренной области К чему хорошему Не приводит Надо хотя бы менять То есть ребенку Дайте выбор Хочешь сиди Хочешь стоит То есть вот в идеале Ну потому Им просто необходимо Восстанавливать энергию Когда в школах На переменах Просто бесятся Носится Потому что насиделись И уже там Непонятно что У них не в голове И во всем теле Ладно Вопрос в эфир От цвета Пишет ли ребенок Да еще давай Алексей Да вот тут Просто про физкультуру И про так далее Вот я хотел добавить Вот у нас ребенок Он ходит просто на Два таких кружка Один рисование Как я сказал А другой Волейбол Баскетбол Поэтому как такую физкультуру Прям досконально Нам смысла нету проводить Потому что он через день туда ходит Он все знает Физическая форма у него Ну не хуже среднего Это точно Потом по рисованию Ну что мы будем рисовать Он на рисование Ходит в профессиональную школу На художника учиться Ну что ему рисовать То есть как такого рисования У нас нет Вот мы приходим На зачет Что надо нарисовать Он нарисовал и все Пришел на физкультуру Зачет сдавать Аттестацию Он сдал Что надо Пошел Все То есть Ну там Тоже свои плюсы есть Не надо отсиживать Лишь бы отсиживать Если ребенок Чем-то интересуется То это примет Не обязательно досконально проводить Если он знает Опять-таки Полноту программы Может потом предоставить На аттестацию Хорошо Нужно включать раз То есть смотреть Варьировать Да Вот мы все В общем-то Хорошо Вопрос в эфир от Светланы Пишет ли ребенок Обучающийся дома Какие-то контрольные работы В школе Допустим После окончания Семестра Ну Те контрольные работы Которые Утверждаются Он пишет Естественно Сейчас вот есть Так называемая Годовая Была контрольная работа Где Был так называемый Срез знаний По всем предметам То есть Такой На несколько листов Такой опросник Но вот он тоже Проходил То есть получается У него тут Несколько была такая Двойная нагрузка Каждое Каждое полугодие Сперва он пишет Аттестационные Аттестационные Сдает Все вот эти моменты А потом В последний день Ему еще дают Вот эту вот Так называемую Контрольную работу Срез знаний По всем предметам Одновременно Ну вот вкратце Так Все что По закону требуется Мы это исполняем А сверхзакон Ну не имеет смысла Вообще ребенку Потому что бывает Конечно Мы слышали Некоторые виды Самодеятельности Ну просто Преподаватели Или заучи Они по незнанию Бывает Чуть ли не раз в неделю Например Просят Какие-то тетрадки Принести Или что-то там Отчитываться Показывать Что они делают То есть Ну как-то пытаются Контролировать Ну если родители Сами Хотят этого То пожалуйста Но на самом деле Закон регулирует Так что Можно сдавать Намного реже То есть Не надо каждую неделю Появляться Какие-то тетрадки Показывать То есть У школы Нет таких полномочий То есть В данном случае Задают родители Тон Беседы Ну во всяком случае Во всяком случае Пока нет таких полномочий А там видно будет Хорошо бы Чтобы не наступило Да Потому что Могут все это дело Испортить И я говорил Что система Заинтересована Чтобы адептов Было больше Потому что Чем больше детей Тем больше Внимания Системе И система Она Специально Заинтересована В поддержании Этого процесса В своих руках Ингварь Вопрос в эфир Ради интереса Вот требуют Педагогическое Образование Для домашнего Обучения А если есть Педагогическое Музыкальное Образование Тогда Отстанут? Ну Вопрос Ответ такой Что во-первых Педагогическое Образование Ну конкретно В Омской области Например Не требует И насколько я Вникал В эту тему По памяти Могу сказать Что по-моему В какой-то Области Вышло Постановление Местных Органов Областных О том Что нужно Обязательно Иметь Педагогическое Образование Но потом Я так понимаю Начались Какие-то Недовольства Родителей И Упразднили Этот указ Или приказ Или распоряжение Уж я не помню Что это было Но факт в том Что на сегодняшний момент Я например Не знаю Если кто-то знает Напишите в чат Интересно Даже В какой области Например Требует Педагогическое Образование С точки зрения Минозакона То есть Пусть Если вы сами Например Родители Уважаемые Не знаете Закон По какой-то Причине То вы можете Просто попросить Того Именно То лицо Например Учителя Или кто там Завуч Кто это был Там например Пусть он покажет Пальчиком Где это написано Конкретно в законе И взять Взять это Переписать И думаю Изучить Прекрасно Скачать И посмотреть Что же Это такое Есть такое Там или нет Вот самое лучшее Это сделать Так Пропустить Лично Через себя Ну вот у нас Такого нет Единственное Что Могут попросить Опять-таки Попросить Предоставить Данные То есть Купить документов Об образовании Родителей Но Это просьба Именно просьба То есть Можно Это по законам Не регулируется Можно дать Можно не дать Ну Хотите Давайте Хотите Нет Я например Не дал бы Ну просто Нету Такого закона Ну и что тогда А справки О психическом состоянии Не требуют Там нет Ничего такого В законе Нет Такого Нет А то Отдайте Ну если родители Скажем так Не лишены Если родители Не лишены Родительских прав Ну если уж так Глубоко копнуть То тогда они Родители А раз они Родители У них нет права Уже На семейное образование Вот такое В общем Звучит логично Звучит логично А по поводу Вот Тому Что является Педагогическим Образованием Но Там Педагог Не педагог То в этом случае Любая Бумажечка Государственного Образца Независимо от того Музыкальное Оно у вас Или физкультурное Или еще какое-то Дает право Заниматься Вот как раз В педагогической Сфере деятельности Ну другое дело Что понятно Что физрук Наверное Пение Преподавать Не будет Вот Хотя Такие были у нас Прецеденты В школе Но во всяком случае Вот так оно есть В школе смотрят Там На то Какой Сфере Вообще Педагогике Вы относитесь Какое у вас Ремесло Да А вот для дома Сказали Да есть Вот пожалуйста Музыкальное Ну и что Ну и что что музыкальное Я предполагаю Лучше бы вы Не говорили этого Ладно Следующий вопрос Эфир От Воронина Павла Если соведущий И его жена Каждый день Проводят обучение С своим ребенком То есть Каждый день Его учат Мне это видится Часов около пяти То кто занимается Тогда заработком И второе Вдогонку вопрос Начальную школу Можно еще как-то Преподать А дальше Когда пойдут Более сложные предметы Иностранные языки А также Труд Физкультура Математика Эти предметы Как будут Аттестовываться Так Ну По порядку Отвечу Во-первых Ну так Если Брать конкретно Например Мое впечатление То конечно Мужчина должен Зарабатывать На жизнь То есть Не обязательно деньги На жизнь То есть Если всего хватает Семья Ну значит Можно и без денег Прожить Если нужны деньги Ну значит Те же самые деньги Мужчина должен зарабатывать Как это решилось у нас Так как мы Для удобства Разделились через день То через день Я абсолютно свободен А еще через день Я полдня свободен То есть Мы обычно учимся До часу То есть Вот вполне Кстати Фактически Домашние задания Ну практически Нет Тоже большой плюс То есть Мы все успеваем Единственное Если он Например Вот математика У него бывает Хромает Например Или английский Бывает Хромает То я ему могу Задать Ну называю их домашними Но фактически Дополнительные задания Такие даю Он потом их сам делает Может ко мне обратиться Либо мы это делаем Просто в течение урока Просто плюс подольше Но обычно До часу Ну край до полу второго Мы занимаемся Причем у нас перемены Обычно большие 15-20 минут Перемены большие Там Когда он кушает Еще больше Там 30-40 минут Может вообще отдохнуть Переключиться А заработок Который родители выбирают То значит Надо подбирать Такой заработок Вот если брать мужчину Ну если женщина Ну женщина значит Или они Оба супруга Значит надо на это Корректировку делать Это же великое Благое дело То есть ребенка Воспитать своим Родным ребенком Чтобы он действительно Был свой А не какой-то Непонятный То какие-то Изменения В семейном укладе Могут произойти Это конечно Надо тоже об этом Думать Предвидеть И соответственно Подстраивать свою жизнь То есть через день Значит работать Или еще что-то То есть ну Каждый это смотрит сам Каждый на своем Участке Как говорится Своего семейного фронта Это видит сам Вот такой момент Что важнее То и выбирают Скажем Да Ну как-то совмещает Да То есть как-то совмещает То есть кто не может Опять-таки Зарабатывать деньги Ну значит Надо объединяться В кружки по интересам Искать Каких-то родителей И так далее И так далее Может быть Подключать бабушек Дедушек То есть ну Надо смотреть У кого совсем Безвыходная ситуация Значит просто Ребенку максимально Уделять все равно Время И как-то давать Ему самоосознание Потому что Если он будет понимать Что семья есть семья А школа есть школа Это нельзя на школу Ориентироваться Потому что ориентация Когда ребенок ходит в школу Ориентации у него Естественно На школу идет уже больше Поэтому дети отдаляются 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 И становятся холоднее Холоднее Более ориентированы Какие-то вот На внешние уже проявления Сегодняшнего дня На своих каких-то С друзей, знакомых Все это затягивает И они уже становятся В общем-то В каком-то смысле Могут становиться Уже посторонними Действительно Чужими детьми То есть можно В какой-то прекрасный момент Обнаружить Что просто Какой-то чужой Рядом с вами человек И от этого Можно очень сильно Ужаснуться Некое человекообразное существо Живет в вашем доме И оно совсем не ваше Да Об этом надо тоже задумываться Такое тоже может произойти А по поводу иностранных языков Вы тоже с первого класса Начинаете же его учить Ну вернее со второго На сегодняшний день То есть с АЗОВ Ну пусть будет английский К примеру Тот же самый Со второго класса Начинаете с алфавита Как и ребенок Все с ним учите Вот и все Вот так же вы его и учите Поэтому не надо думать Что будет в десятом Надо думать Что будет в первом И что будет завтра И быть к этому готовым Если вы будете готовы К завтрашнему дню Вы будете готовы Естественно к любому дню Ну так Если в плане разреза Образования брать Физкультура То же самое Да Физкультура, музыка Ну вот тут Я смотрю Все тестовывается Так же То есть на физкультуру Приходит Там отожмись Там подтянись Пробеги И так далее По музыке Какая программа идет По музыке Кстати Очень такая Довольно-таки Трудная программа Очень глубокая Для среднеобразовательной школы Я считаю Ну и многие Даже учителя Такого придерживаются Поэтому по музыке Надо внимание уделять Вот если конкретно брать Вот могу сказать По музыке Надо внимание уделять Побольше И готовиться К аттестации Ну то есть Не считать музыку Второстепенным Каким-то предметом И все-таки На музыку Внимание уделять Потому что там Серьезная такая Программа наложена И Несколько запутанная Вот Не надо самостоятельно Сказать такой момент Ну вот А по поводу Сложных предметов Ну вы же когда заканчивали Ну хотя бы Восемь классов В свое время Закончили И поэтому Вы просто будете Вспоминать то Что было Ну заодно и сами Разберетесь Я не вижу здесь Никакой проблемы Вот честно говорю Не вижу С первого класса же С первого класса Еще второй раз Да еще второй раз Конечно И вы то уже идете Про проторенные дорожки Плюс свои Какие-то пробелы Уберете Но разве Вот скажите Что для человеческого тела Для мозга Может быть более дорогое Чем те знания Которыми он Может обладать Но вы же Занимаетесь В первую очередь Сами собой Свои знания Помогаете Разобраться Ребенку Вот тут надо Вот это понять Что даже Если вы помогаете Кому-то другому То вы в первую очередь Помогаете Сами себе Вот здесь Есть взаимосвязь Очень серьезная Вы на самом деле Просто изучайте Заново Всю эту программу И вспоминайте То что было Вспоминать намного проще Чем с нуля Это вашему ребенку Посложнее будет А для вас Это вообще просто Та же самая Тригенометрия Или что-то там еще Так что здесь Все это надо понимать Ладно Поехали дальше Ярослав Вопрос в эфир Подсознание развивается Независимо от разума Немножко такой Не совсем понятный вопрос Подсознание развивается Есть разум Есть подсознание Есть сознание Есть подсознание Ну как-то они взаимосвязаны Если вот такой вот Странный вопрос Прозвучал Я не совсем понял Это к образованию Или к семейному образованию К чему Ну подсознание Оно И разум Они все равно взаимосвязаны Все взаимосвязаны Если уж так рассуждать Но опять-таки Подсознание развивается По своим законам Разум развивается По своим законам Они друг на друга влияют Хотя Подсознание является является, я так думаю, что всё-таки более главенствующим, чем разум. Соответственно, подсознание, оно диктует разуму какие-то свои программы. Из этого тоже надо исходить. Ну, как-то вот не совсем понятен вопрос, конечно. Ну, хорошо. Благодарю тебе, что ответил. Да, я тогда тоже внесу. Я тоже занимался этим вопросом. Интересно это всё было разбирать. Так вот, я пришёл лично, никому не хочу навязать, лично моё мнение. Подсознание всё-таки, оно связано с тем, что является физическим. То, что является связано с мозгом. Это дрессировка. Подсознание дрессируется. И вот очень часто какой-либо специалист или мастер в чём-либо, он делает что-либо на уровне подсознания. То есть, он может отвлекаться, он может разговаривать с кем-то. Как вот водитель ведёт машину, и он не попадает в аварии. Вот он едет, жмёт на педали, переключает скорости, видит все знаки, видит обстановку, но при этом разговаривает. А молодой водитель, который первый раз сел за руль, вот он в эту дорогу вцепился глазами, и он судорожно держится за коробку передач, там нога у него всё время над сцеплением висит, там над тормозом, и он боится всего, трясётся. То есть, подсознание, мозг ещё не наработал какие-то навыки. Вот подсознание, оно связано с мозгом. И очень часто сознание бывает отключается, а подсознание что-либо делает. Вот часто встречаются такие интересные заболевания, когда в отключке находится сознание, а подсознание что-либо вытворяет. Например, сомномбулизм, это лунохождение, лунатики его часто называют. Вот часто он бывает поднимется, куда-то сходит, что-то сделает, потом возвращается, в кроватку ложится, он ничего не помнит, что делал. Ему рассказывают потом, он взял там что-то, отнёс куда-то, там что-то сделал, вернулся назад, улёгся и так далее. Вот это работает подсознание, когда сознание полностью отключено. Разум же это более высокая структура над сознанием и над подсознанием, которое находится. Как говорят, ты разумеешь ли, то есть это понимание того, что происходит. Это до того, как подсознание или сознание что-либо получит. Это больше связано с душевными, с какими-то родовым каналом. Вот с этим всё это связано, когда придёт получение информации, разумение того, что происходит в этом мире, и потом уже дрессировка сознания, и через сознание дрессировка подсознания. Вот мне кажется, так с моей точки зрения выглядит процесс устройства. Поэтому с одной стороны, подсознание развивается вместе с телом само собой, оно к телу привязано, с мозгом оно связано. С другой стороны, разум может дрессировать подсознание, может без дрессировки. Это само собой подсознание, оно может форматироваться обществом, социумом. Когда человек неразумный, но при этом подсознание, его там, например, на воровское дело настраивает, и он умеет по карманам там мелочь тырить, хорошо. Вот. А разум, разумение, разумность, вот человек разумный, это находится над подсознанием и иногда над сознанием. Вот как-то так. Давай дальше. Вопрос эфира цвета. Возможно ли, чтобы ребенок посещал выборочно уроки в школе? Ну, с законом это не прописано, я такого нигде не встречал. Не думаю, что учителя будут в восторге. Добровольно они вряд ли на это пойдут. Ну, хотя все зависит от того, как вы будете разговаривать в школе. Можно ли, опять-таки, по ихним каким-то школьным правилам это делать или нет. А вообще вот есть еще такая интересная тема, как сейчас есть такие сайты, где записаны вот эти все уроки в режиме видеоролика. То есть вы набираете определенный, выбираете определенный предмет, например, математику, там, за первый класс, первый урок, и просто смотрите такой ролик, там, 20-30-40 минутный, там разные бывают ролики, где объясняется конкретно тема, то есть стоит или сидит преподаватель, и все, вот как вот в школе, только он в режиме записи все это объясняет. То есть вот можно так даже родителям для личного какого-то своего понимания какого-то, например, урока или предмета, они могут сперва посмотреть, как это вот именно выглядит с точки зрения именно преподавателя, потому что там преподают, как правило, рассказывают профессиональные преподаватели, все очень понятно, четко, досконально. То есть можно пользоваться такими шаблонами дополнительно, пожалуйста, можно ребенку включать. То есть вот одно время мы просто посмотрели, нам интересно было с сыном. Ну, в итоге мы от этого отказались, просто как проба пера такая была, можно сказать. Ну, кстати, да, получается, что это как раз вопрос на тот... Да, смысла не вижу я вот выборочно. Если вдруг у вас не получается какой-то предмет раскрыть полностью, ну, хотя бы тогда эти записи найдите в интернете с огромным количеством, как самих записей, текстов, также, кстати, и учебники в формате PDF сканированные есть, которые вот советских времен, о которых ты говорил, это тоже можно найти, потом распечатать, например. То есть было бы желание, и ответы, они приходят сами. А если у вас нет желания, то будете тогда искать способы увиливания от решения проблем. Вот здесь надо просто понять. Нужно вам это? Будете искать решение. Не нужно. Будете искать оправдание. Ладно, следующий вопрос. Елена 777. Вопрос в эфир. Задаете ли вы домашнее задание? Ну, я, как правило, не задаю супруга. Она склоняется к тому в последнее время, что она задает домашнее задание. Ну, я иногда тоже задаю. Если он где-то начинает, я вижу, где-то подтормаживать, запаздывать, я тоже могу задавать. Но в целом, вот, лично я не практикую. Вот супруга, она практикует. Все зависит еще от того, как ребенок усваивает. Если он усваивает материал, то я вот так считаю, что если усваивает его на 100%, ну, зачем ему домашнее задание? Он, как правило, в общем-то, мы подводим его на занятия к тому, чтобы он все равно учился самостоятельно учиться. Если ребенка научить учиться, вот, внимание, научить учиться самостоятельно, тогда уже все. Тогда он просто самостоятельно будет учиться дальше. Повзрослеет, будет обращаться только как за конституционными какими-то моментами к родителям. А так он сел, пошел, организовался, посидел, подумал, почитал, поразмышлял, подошел, спросил, ушел, сам делает. Вот я считаю, что это вообще такой идеальный вариант. Согласен с тобой, что можно, конечно, быть попкой-репетитором. Репетитором в плохом смысле это слово. Репетитор – это просто повторяет. Репетирует, репетирует, репетирует. Репетей, репетей, репетей. И получается, что просто вы как попка повторяете одно и то же, но это плохой вариант быть таким репетитором. А если вы хотите человека научить учиться, вот тогда вы очень хорошо делаете. Вы настоящий человек и помогаете стать другому ребенку человеком. Хорошо. Благодарю тебя за ответ. Вопрос от Сергея. Мнение соведущего о спортивных кружках. Ты частично уже сказал, но вот есть возможность расширить тему. Спортивные кружки? Ну, ребенку надо предоставить выбор. Посмотреть то, что есть в ближайших каких-то школах или может быть каких-то детских учреждениях, какие-то кружки. Или может быть какие-то даже вот музыкальная школа у нас здесь есть. Школа искусств и есть музыкальная по рисованию. И музыкальная школа, и по рисованию. То есть можно записать ребенка, пусть он ходит. То есть у нас он захотел рисовать, пошел рисовать. Захотел пойти на волейбол, баскетбол, он пошел на волейбол, баскетбол. Ну, в общем, никакого отторжения нет и считаешь, что это нормально. Ну, если он хочет, да. Если он хочет, хочет. Ну, самое главное, видите, все-таки ребенку, родителям желательно найти единомышленников и ребенок, чтобы общался в какой-то, хотя бы вот, ну, там, ну, два-три человека, таких же детей, которые тоже на семейном образовании. Родителям самим легче будет, они увереннее будут. У них база данных будет расширяться. То, что, например, я постоянно один где-то нахожу, например, да, по интернету или еще в каких-то справочниках, то они это могут делать сообща, то есть возникает общая какая-то, если особенность в одном каком-то классе учатся, ну, я имею в виду не в школе в классе, а класс какой-то первый, общий, у них идет год, то у них общие какие-то вопросы, общие какие-то трудности возникают. Когда какой-то родитель нашел, он с другим поделился, то есть это экономия времени постоянно идет. Поэтому вот это очень важный момент, что людям просто надо найти, оглянуться вокруг, подать какой-то сигнал, ну, может быть, в интернете там или еще как-то по-другому, и со своих, например, каких-то там областей, городов найти как можно больше единомышленников и с ними взаимодействовать, делиться просто каким-то положительным опытом, объединяться в кружки по интересам, вот, если можно так выразиться. Интерес растить полноценных человеков. Данил, вопрос в эфир. Здравия со ведущим Юрий. Какие методы обучения в семейном образовании вы использовали? Какова эффективность каждого из них? Ну, методики в первое время, когда мы были вот буквально ошеломлены вот этим вот нашим изменением в жизни, потому что, конечно же, вот как вот предыдущие участники эфира задавали вопрос, а как быть, например, там, работают, еще что-то. Конечно, это большие изменения в семье происходят в плане режима. И вот так вот с разбегу иногда очень трудно определиться, как же вот все-таки это семейное образование построить, чтобы ребенка оградить вот от этих несовершенных элементов в семейном образовании на сегодняшний момент, я имею виду в государственных учреждениях, да. И вот только мы к третьему, к концу третьего года мы поняли, что действительно вот очень несовершенная система образования, даже ребенок где-то трудно обучается. Вот я ему что-то говорю, согласно методике, например, да, сегодняшнего дня, какому-то предмету, он просто не понимает, ему вот не та связка идет понятийных каких-то моментов, вот даже сейчас вот так вот с разбегу трудно объяснить, но когда родитель вникнет и пойдет сам по пятам этих учебников, он сам увидит вот эти все огрехи, недочеты, какие-то грубые даже опечатки какие-то, еще что-то, как вот в каком-то учебнике было, сколько лап у дедушки, то есть какая-то задача, и у дедушки сколько лап, то есть вот у дедушки лапы. Ну и там очень много, это вот мне просто смешно, я кое-что запомнил, но факт в том, что методики эти, они, если нету готовых, вы со временем сами увидите проблески в другую сторону, в какую-то, и надо ими пользоваться, каким-то опытом набирать, ну на это все, конечно, нужно время, поэтому вот если вы на семейном образовании, надо просто приобретать дополнительную литературу, пользоваться интернетом, ну и с какими-то взаимодействовать с родителями, которые тоже на семейном образовании. Ну, кстати, пользуясь случаем, вот, Алексей, если можно, я хотел бы спросить у всех, кто в эфире участвует, если кто-то получает, вот если есть сейчас люди, которые на семейном образовании в эфире слушают, если кто-то получает именно конкретно вот какие-то компенсации, то было бы интересно просто, чтобы они как-то отписались, посмотреть, почитать, действительно есть такие в других областях, и какая сумма, ну если это не секрет, конечно, какая сумма, например, в месяц, к примеру, идет таким родителям. Тоже было бы очень интересно узнать, почему, потому что я, например, в интернете, вот так вот, от первых лиц я особо не нашел, то есть, ну, вообще не нашел, вот, искал, не сказать, что прям досконально, ну, так, чтобы написали, да, вот мы вот такая-то область, или такой-то город, получаем, там, такую-то сумму, то-то, 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 вот, я такого не видел, и мне даже просто было бы интересно посмотреть, насколько это вообще вот по Российской Федерации выглядит. Понятно. Ты когда про дедушку, про лапы заговорил, там как-то это сразу вспоминается, такая шутка, не шутка, когда это, а что это у вас за звук такой с прихожей, уж не собака ли там грызет кость, да нет, дедушка грызет ручку входной двери. Ладно, второй вопрос от Данила. По вашему мнению, можно ли выделить лучшую универсальную методику обучения, или все индивидуально и необходимо развивать родительское чутье чада своего? Благодарю за ответы. Ну, конечно, если ребенок индивидуален, то и индивидуально подходить надо, конечно, к его занятиям, к его воспитанию, к его образованию. Конечно же, это самое лучшее, то есть режим, если выражаться современным языком репетиторства, это самый лучший режим. И с обратной, обязательной обратной связью, то есть смотреть, как ребенок усваивает, интересно, ему неинтересно, понимает, не понимает, как-то методику. То есть поначалу мы накупили кучу учебников, кучу вспомогательных литератур, есть так называемые поурочные разработки для учителей, кстати, то есть вот, кто родители, может быть, особо не знают еще, кто даже не вникал в это, есть так называемые поурочные разработки. Что это значит? Вы открываете, и то, что учитель должен преподать на уроке, это все там описывается, вплоть до того, что здравствуйте, дети, садитесь, то есть вплоть до того, что вот такие фразы есть, кое-где мелькают, что от и до, здравствуйте, там, то-то-то-то-то, провели урок, до свидания. То есть сценарий проведения эфира, да, сценарий проведения. Да, 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 да. И начинаете играть в школу. И даже там, да, и пяти минутки, там, мы писали, мы писали, наши пальчики устали, какие-то песенки стали, попрыгали, то есть вот все это есть. Мы постепенно от этого отошли, мы поняли, что это не нужно, и начали именно какую-то свою индивидуальную систему вводить, обучение, но с опорой, конечно же, на учебники, это на сегодняшний момент. Ну вот мы доросли чуть-чуть уже до другого какого момента, что мы хотим те же самые советские учебники просмотреть, как-то их взять на вооружение, потому что с ними легче будет, с ними не будет труднее, с ними будет, наоборот, легче. Вот такой момент тоже есть. Вот ты задавал вопрос, а Света тебе отвечает. Пятьсот рублей у нас в Петрозаводске платят. Непонятно, честно говоря, это сумма, откуда такая пятьсот рублей, это что, в день или за месяц? Пятьсот рублей за сколько, да? Да, и что это является, это внешкольным образованием или это семейное образование, потому что есть несколько законов, они друг друга отличаются, естественно, там разный подход и в том числе финансовый подход. Я предлагаю, давай мы сейчас прервемся на небольшую паузу и сейчас вместо музыки я поставлю притчу, которая была записана силами Народно-Славянского радио, вот нашими добрыми людьми, которые занимаются записью Валентины в данном случае. И притча, почему я хочу ее поставить, потому что она связана с нашей темой, называется она «Лучший учитель». А после этого мы продолжим разбирать вопросы, которые появлялись в чате Народно-Славянского радио. притча «Лучший учитель» Родители выбрали для сына школу и попросили деда отвезти его туда. Утром дед повел внука в школу. Когда они вошли во двор, их окружили дети. «Какой смешной старик!» засмеялся один мальчик. «Эй, маленький толстяк!» вскорчил рожицу другой. Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. «Ура! Я не пойду в школу!» обрадовался мальчик. «Пойдешь!» «Но не в эту!» серьезно ответил дед. «Я сам тебе найду школу!» Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушке, а сам пошел искать лучшего учителя. Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель отпустит детей на перерыв. В некоторых школах дети не обращали на старика никакого внимания, в других дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошел в крохотный дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. «Дедушка, вам плохо принести воды?» послышался детский голосок. «У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста!» предложил второй мальчик. «Хотите, я позову учителя?» спросил третий ребенок. Вскоре во двор вышел молодой учитель. Дед поздоровался и сказал, «Наконец я нашел лучшую школу для моего внука!» «Вы ошибаетесь! Наша школа вовсе не лучшая, она маленькая и тесная!» Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушел. Вечером мама мальчика спросила деда, «Почему вы отвели внука в другую школу? И почему вы считаете, что нашли лучшего учителя?» «По ученикам узнают учителей!» ответил дед. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. И мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сразу пока я буду объявлять дату и время и тему, я попрошу наших радиослушателей, кто находится в чате, как-то ответить, понравилось ли вам наше творчество, как это было сделано Валентиной, ну, при нашем участии по озвучке. А вам напоминаю, пока вы можете писать, что сегодня у нас на одном из современных календарей 1 июня 2016 года среда по одному из старинных 11 день месяца ветров 7500 до 4 лета осемится. Мы говорим про семейное образование. Святорус Один Юрий Лодин, главный соведущий, отвечает на вопросы, которые появились в чате Народного славянского радио. И мы переходим к следующему вопросу от Виктора Леонидовича. Слышал ли соведущий и ведущий также, но после ответа соведущего такие условия, буду молчать, хорошо, что наука и образование, система зомбирования землян, так говорит Рыбников Юрий Степанович. Каково мнение по такой постановке вопроса, проверяет ли на практике теорию, например, от перемены вместо слагаемых суммы не меняется, положить всю сумму в спелые помидоры, сверху лук и картошку, посмотреть результат, положить в ведро куриные яйца, сверху камни, посмотреть результат суммирования. Вот такой интересный тебе вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что все это и так понятно, то есть то, что на сегодняшний день система образования оставляет желать лучшего, по-моему, это очевидно, не нуждается ни в каких особых доказательствах. И то, что определенное зомбирование там, или, можно сказать, кодирование, каждый, можно сказать, каждое слово, каждое действие, каждый образ, он несет определенную кодировку. Другое дело, что эта кодировка, она во благо или во вред, то есть она зомбирует или, наоборот, развивает того же самого ребенка. Это, конечно, все очевидные вещи прописные. Я думаю, что вот на славянском радио очень много уже было таких лекций или эфиров, можно сказать, по этому поводу. От себя хочу сказать, что вот тот же самый Рыбников, например, он мне подсказал, вот есть сложение, есть суммирование. Сложение как-то не очень подходит, действительно, если так коротко становится, вот мы пользуемся словом суммирование. Опять-таки ребенок, он знает два оборота медали, и обычно два оборота медали, они лучше. То есть ему даже интересно, а, вот шкуль вот так говорят, а мы вот так говорим, а почему, а потому-то. И даже лучше кое-что запоминается. То есть, когда сравнение идет какое-то, ребенку даже где-то интереснее. Он начинает задумываться о каких-то более глобальных таких мировоззренческих уже вещах. Почему, например, не сложение, а суммирование, например, можно называть. И почему. А по большому счету, если вы можете дать какое-то полностью свое доскональное образование, конечно, это самое лучшее. На сегодняшний момент обычная среднестатистическая ситуация среди, скажем так, родителей, которые выбрались семейное образование, это максимальная такая подушка безопасности между сегодняшним школьным вот этим образованием классическим и тем, что хотели бы они видеть в идеале, пусть они и не могут это дать, но как-то видят в своих, может, каких-то там размышлениях и видениях внутри себя. То есть вот просто подушка безопасности, некая такая прокладка, которая амортизирует вот эти удары социума на неокрепшую детскую психику в плане, например, каких-то учебных занятий. Вот я это так вижу. То есть вот кто насколько может от себя дать ребенку максимально светлые, чистые знания, вот так и должен стремиться к этому каждый родитель на местах. Я считаю, что так. Ну и надо начинать с себя, то есть со своего ребенка себя и какой-то шаг сделать. Даже если вы ошибетесь, лучше уж лучше вы ошибетесь, чем какой-то непонятный посторонний человек будет ошибаться с вашим ребенком каждый день на занятиях. Экспериментировать на нем, да. Ну, можно сказать, даже так, да. Как проводить опыт в поликлинике на зверушках. А то, что касается там помидоры, там гусей сложить сутками, мы тоже постоянно с сыном смеялись на математике. Сейчас этого поменьше стало. И нам надоело смеяться. Постоянно весь первый класс с которым мы смеялись. Ну, там они самолеты с вертолетами складывают, еще что-то. Я это все ему объяснял, а мы складывали ради смеха. Получалось там это как ужа с ежиком. Получалась колючая проволока. Я ему это все объяснял. Ну, в общем-то, все это даже, казалось бы, двойная форма обучения вроде бы как присутствуют, двойные стандарты. Но, когда именно ребенку дается понимание и он отслеживает, ну, то есть, надо, чтобы это доступным ему языком было рассказано ребенку, да, что вот так-то, так-то, вот там такая-то система, у нас такая-то система, такая-то, такая-то разница. Вот такие-то, такие-то смешные странные моменты есть. Ребенок, как ни странно, лучше и то, и другое запоминает. И правильно запоминает лучше. Ну, естественно, лучше начинать с правильного. То есть, импритинг, то есть, первое впечатление об увиденном никто не отменял, да. То есть, надо начинать с первой информации, которую вы считаете более верной. То есть, вы сказали сперва версию, которую вы считаете верной, а потом говорите, которая неверная. Требуется, например, по школьной программе требуется все, что теперь делать. Ну, посмеяли, запомнили, еще лучше даже. То есть, сравнение в данном случае оно помогает. Сравнение легче. Вот так вот проезжая уже, да, через Хохмэмэя, в общем-то, познаем биологию. Хорошо. Вы шутник, оказывается, батенька, шутник. Так, вот здесь в чате задача номер 2, 1 или 21. 14 детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще утонули? Вот такие задачки в задачниках появляются. Так, вопрос от Данила. Какая методика обучения лишила недостатков в педагогике Монте-Сори и включает ее преимущества? Благодарю за ответ. Ты что, ему знаешь об этом? О Монте-Сори? Мы пробовали заниматься по Монте-Сори. Даже ходили в... так называемой была детская школа. В свое время, когда мы в городе жили, была детская школа. И там элементы Монте-Сори преподавали. Ну, я не скажу, что я прям какой-то профессионал или спец по Монте-Сори, ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать, лучше учить по каким-то... То есть нужно иметь какую-то базу, конечно же, как воспитывать детей и прислушиваться к своему сердцу. Это вот самое лучшее. Но, опять-таки, обладать базой, обладать какими-то знаниями, какой-то информацией. Желательно еще, чтобы были люди, которые с опытом. Ну, а конкретно про Монте-Сори ничего не могу сказать. Я думаю, что некоторые элементы можно оттуда брать, некоторые элементы, может быть, и нужно исключить. То есть, просто про Монте-Сори не могу ничего сказать конкретно. Ну, понятно. В общем, в ежах и ужах и колючей проволоке ты лучше разбираешься. Дальше. Елена, 777, вопрос в эфир. Отличается ли ваш ребенок в чем-нибудь от сверстников те, то есть, скорее всего, наложило ли на него какой-нибудь отпечаток именно домашнее образование? Ну-ка, скажи, как выгодно. Ну, конечно, выглядит. Как гениально, я имею в виду. А, как гениально. Как гениально. Ну, то, что отличия есть, конечно, я вот эти отличия замечаю. вот, если касаться каких-то объективных, например, замечаний, вот, то, что говорят преподаватели, ну, говорят, что, не говорят, что он, например, хуже знает, чем дети, или среднестатистические, или он там совсем, может быть, отстает. Ну, в целом, учителя его всегда всех хвалят. То есть, вот, если брать такой учительский хотя бы взгляд. а если брать конкретный взгляд, конечно, от средственников отличается несколько другим видом мышления. То есть, все-таки наши совместные занятия, они дают своеобразный отпечаток. То есть, я же не просто его обучаю именно тому, что вот написано в учебнике. Постоянно идет сплетение каких-то вот основных моментов мировосприятия, мировоззрения на этот окружающий мир. Какие-то слова, какие-то фразы, они постоянно, постоянно ребенку дают возможно держать правильный круз в жизни. То есть, постоянными какими-то фразами вы можете его ориентировать. Например, одно время у нас была волна такая, вот она сейчас идет, и я ему говорю, давай воспитывать будем характер. Вот тут мы остановились на такой идее, и вот постоянно, например, воспитываем характер в математике, там что-то по математике, или, например, он что-то не понимает, или капризничает в чем-то. То есть, мы сразу этот вопрос поднимаем, то есть, то, что раньше называлось в школе и сейчас называется поведение. А что такое поведение? Вот ставят основных за поведение. Поведение уже никто не учит как-то таковому, если так задумываться. Поэтому мы вырабатываем определенный комплекс поведения на занятиях, подход к обучению. Сверстники, конечно же, на эту тему не задумываются. Я вот захожу, у меня сердце, в школу захожу, у меня сердце кровью обливается, они сидят реально все. Вот 80% играют в игры на телефоне, а остальные 20% им через плечо заглядывают. Ну, что это такое? Ну, я не знаю, я был бы директором, я бы запретил бы вообще все это. Или бы всем подарил телефон. Да, прямо. Или едят, например. Ну, что попало, едят. Я уже не буду говорить, что едят. Ну, в общем, такие неподребные чипсы, да всякие там, вот эти газированные напитки непотребные. Ну, это все реалии нашей действительности. Да, это просто, да, отражение. Друг друга они там все угощают, или там какие-то игрушки какие-то странные. Я вот могу рассказать про одну. Мы вообще, например, с супругой очень ужаснулись. Есть такая игра, вот только вдумайтесь просто в то, что происходит. Игра. там надо кормить, именно вот, я выражусь, как там есть, какашку. То есть, надо кормить какашку. Ну, чтобы ее кормить, каждый день по часам, там и так далее, там, может быть, за ней следить, она там заболела, еще что-то. Надо набирать очки, то есть, ее кормить. Как кормить? Нужны какие-то, условно говоря, деньги в кавычках. Они зарабатываются с помощью гонок. То есть, надо ребенку загрузить в дополнительную игру, покататься на этих гонках. За эти гонки, за успешные гонки ему начались какие-то очки, ну, там, какие-то золотые, может быть, они называются, или еще как-то. Эти золотые он должен потом пойти и потратить на свою вот эту какашку коричневую, чтобы ее прокормить, там, и так далее, и так далее. И вот они должны постоянно, постоянно в сознании держать эту игру, потому что там 3-4 раза в день надо уделять вот этой игре внимание. Еще и на гонках заработать деньги для вот этой так называемой какашки. Ну, коричневая какашка нарисована, все как положено. То есть, ну, я вообще просто в каком-то трансе пребывал некоторое время, ну, как так вообще? И всем нравится такая игра. То есть, я вот, ну, вообще вот этого я не понимаю. Как же ты оторвался от жизни? А вот детей приучают с малолетства. То, что реально в жизни есть, к чему надо посвящать свое внимание и как вот на это заработать деньги. Ну, ты что? Ты прям отстал. Поэтому, конечно, контроль за ребенком, все-таки потому, что он ребенок, еще не сформировавшийся человек, обязательно нужен контроль, конечно, чтобы вот этих всяких электронных приспособлений было минимум. Если, может быть, кто-то знает, не знает, в самых дорогих учебных заведениях Америки, Европы, если кому-то это интересно или для кого-то это может аргумент, в самых продвинутых и высших учебных и средних учебных заведениях электронные средства полностью запрещены. То есть, носители информации, телефоны, средства связи, все. То есть, просто вообще все запрещено. И рекомендуют в лучшем случае 2-4 часа в неделю на выходных ребенку какие-то электронные вот эти приспособления давать, компьютер там ну или еще что-то. То есть, вот самые-самые продвинутые школы в мире, которые воспитывают сегодняшних каких-то там своих будущих управленцев, скажем так, или может быть даже какие-то повыше звеном взять, они воспитывают именно в таком образе, что эти электронные носители вообще просто запрещены. Просто нельзя и все. Вот и делайте выводы. Да, да, да. Я в очередной раз не завидую тем, кто находится не в чате, потому что вы не видите всего того, что здесь наши друзья пишут, сбрасывают картинки, как они вот иллюстрируют наш эфир. Вы вот, если были в чате, вы поняли, что да, во время эфира здесь как раз необходимо находиться. Здесь и ссылки идут интересные, например, договоры семейного образования и иллюстрирующие картинки очень интересные о нашем современном потоковом конвейерном образовании. Так что, да. И вот следующий вопрос в эфир. А если ребенок сам захочет пойти в школу, удовлетворите ли вы его желание или настоите на своем? Вот последняя фраза настоите на своем напомнила мне такое выражение. Ослику было больно, он громко кричал, но продолжал стоять на своем. Итак, настоишь ли ты на своем, если ребенок захочет идти в школу? Ну, на вопрос не однозначно ответить. Надо посмотреть, какими целями руководствуется ребенок. Может быть, даже неосознанными целями. Если, конечно, он хочет профилонить и где-то, как говорится, сочкануть, ну, либо каким-то другим недостойным, недостойным, как вы считаете, вы как родитель считаете поводу он хочет выйти на обычное школьное образование, то вам надо, конечно, задуматься, почему он так делает. Может быть, провести какие-то беседы просветительские. Ну, по-хорошему, конечно, это надо делать еще до начала семейного образования, до первого класса, прям по-хорошему, если ребенка воспитывать в том ключе, что просто он на семейном образовании все, то есть никаких вариантов вообще не обсуждается, и как бы оно все пойдет и пойдет. Вот мы с ребенком просто, когда мы с женой приняли такое решение, ну, и как-то все равно к этому тенденция шла. Ну, нормально восприняли, он это все понимал, теперь еще в этом удостоверивается, иногда где-то сам бывает, посмеивается, что вот говорит, ну, как же так, вот они все в школу пошли, а я уже отдыхаю. Например, у него каникулы начались 16 мая, то есть у всех 20, официально 27 мая, последний учебный день, и у него 16 мая. То есть, ну, вот, какой ребенок во время лета не обрадуется такому. Или, например, мы можем посреди учебного процесса сорваться, куда-то уехать на 2-3 дня. Вот у нас было, мы уезжали на некоторое время в поездку, мы отсутствовали, это еще было к тому же в первом классе, мы отсутствовали полтора месяца. Полтора месяца отсутствовали, уезжали, ну, мы написали заявление, что мы уведомляем вас, что мы уезжаем, будет польза у нас зачет, этот аттестация. Его перенесли, нам никто упал в колеса, ну, так, особо не вставлял, уже поняли, что, ну, все по закону, мы правы, ну, что можно, что они, ничего не могут сделать, даже если хотят. То есть, ну, это будет противоречие просто законодательное. Ну, все, они просто сказали, ну, ладно, ладно, мы все поняли. зарегистрировали это заявление, мы уехали, приехали, правда, потом догоняли, было немножечко трудновато, поняли, что все-таки нельзя нам долго уезжать, ну, такая необходимость возникла в тот момент. Но факт в том, что со всеми этими трудностями мы в итоге справились, и все нормально сдали опять-таки. Вот, а что касается, а что касается удовлетворять или нет, ну, каждому родителю надо смотреть и задуматься, а почему он хочет в школу уйти, с какой стати, ну, кстати, вот, как я в начале эфира говорил, у нас знакомые были, они третий класс на четвертую четверть решили забрать на семейное образование. И вот ребенок у них был в этом плане не подготовлен, уже начал скучать вот по школе, по тому образу жизни, по какой-то вот другого слова не назову, может быть, по каким-то вот таким моментам послаблениям, гоняния какие-то, то есть, можно что-то... гонянию балды это называется. Да, уже ребенок несколько начал воспитываться в школьном таком ключе. Конечно же, он не захочет, ну, что ж, тоже захочет. Родители не продавили ситуацию, на своем не настояли. Получилось, что вернули обратно, сломались, то есть, система сломала сначала ребенку, все поправила жизнь, а потом через ребенка поправила жизнь родителям. Ну, понятно. Да, поэтому, конечно, с вашим ребенком, со своим личным ребенком, вы должны проводить определенную, конечно, просветительскую деятельность и показывать все стороны семейного образования, все стороны школьного образования, и тогда он сам увидит все недостатки и преимущества той и другой стороны. Вот такой момент. А ориентировать, пожалуйста, что вам мешает воспитывать. То есть, воспитывайте на то, что вы его ориентируете на семейное образование. Даже если сейчас в школе учатся, можно начинать разговоры, как говорится, хоть сегодня. Издалека, пусть это будет, пусть это будет постепенно, капля точит камень, поэтому все в ваших руках, родители. Дальше. Елена, 777, вопрос в эфир. Боюсь даже спрашивать, а историю вы какую даете? Как в учебниках или альтернативную? Это как раз от той фотографии, которая у нас в анонсе указана к эфиру. Да, хороший вопрос. Истории пока у нас не было, мы только вот закончили третий класс, перешли в четвертый. В четвертом классе, по-моему, уже будет у нас история, если я не ошибаюсь. И будет где развернуться, да. Да, но он многое знает, почему? Потому что, естественно, я интересуюсь, кто-то интересуется. Он там по-своему интересуется. И я думаю, что это будет просто какой-то учебник юмористический у нас. И дополнительно мы будем давать ему то, как максимально, насколько мы сами, как родители, видим сегодняшнюю историю, вот максимальная версия, которая на сегодняшний день есть, потому что эта история, она, как оказалось, непредсказуемая, особенно у нас. И насколько мы все это видим, настолько мы и будем уже передавать чистую историю быстротворь, скажем так, то, что было на самом деле. А тот учебник, который присутствует, ну, просто будем изучать в силу того, что просто есть какая-то некая необходимость просто это сделать. Но опять-таки, когда это будет преподноситься сперва наша версия, как мы сами это считаем, и потом на фоне этой версии уже даваться школьная версия, это, конечно, будет выглядеть и смешной где-то, и примитивно, и легко запоминается, как оказалось. Хотя мне думалось, что детям трудновато будет сразу две версии узнавать. Но когда это все именно делается сперва верное, потом неверное, ну, и как-то еще это все шутя, и с акцентом на вот эти все какие-то недоразумения, там, как дедушка, например, дала по у дедушке, там, или еще что-нибудь, там, какого-нибудь, но единственный момент, что надо давать ту версию в первую очередь, которая ляжет в голову, то есть первая ложится по чистому листу у ребенка, поэтому надо давать ту, если опять брать историю, повторюсь, которую вы считаете максимально верной на сегодняшний момент. Если какие-то поправки возникли, вы до ребенка тем или иным способом доносите эти поправки исторические, ну, по ходу жизни уже, даже не просто обучение, а по ходу жизни. Вот такой ответ краткий. Ну, то есть полный стакан, вернее, пустой стакан необходимо наливать тем, что нужно, а не просто по дичем, лишь бы только из-за того, чтобы он был полный. Вот это надо понимать. И тогда все становится на свои места. Ну, конечно, вот это опасение мне понятно, да, типа, как сразу так представляется, подходишь, ты говоришь, ну, вот тебе, сынок, и билеты в цирк тут, вот тебе Юморина и Дом-2 и протягиваешь ему учебник современной истории. На, развлекайся. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Юрий. Поведай, ты проводил беседу с сыном при принятии, безусловно, правильного решения, по моему мнению, об семейном образовании. Или это твое волевое решение? Было ли противодействие, недопонимание с его стороны? Если было, то как объяснить, какие доводы, выгоды такого решения приводил при этом? Есть ли видимая разница в тяге к знаниям между твоим ребенком и детьми, твоих знакомых, которые учатся по классическому варианту образования? Я бы не сказал слово классическому, современному конвейерному варианту образования. Вот, пожалуйста, отвечай на такие интересные вопросы. Начну я с такого момента, что я ему объяснил. Я помню очень четко, начну со своего примера, сейчас поймете почему. Мне 7 лет, 1 сентября, я стою на линейке. И я вот эти чувства свои детские пронес через всю свою жизнь, а чувства были следующие. Думаю, 10 лет, каждый день сюда ходить, сидеть, света белого не видеть, как там утром все происходит, например, на улице, а я сижу в помещении. Для меня это была такая угнетающая мысль, что реально 7 лет без права обжалования, и все, и вот ты сел и сиди, его 7 лет, 10 лет. Да вы бунтарь, батенька еще бунтарь, да. Вот у меня такие чувства, такие чувства, они у меня с 7-летнего возраста возникли, и через всю жизнь я через это прошел, и ярко это помню. Поэтому я начал с того, что я просто сыну сказал, Глеб, ну ты представляешь, вот такие-то у меня были мысли, я просто поделился своими ощущениями, как это все выглядело, как я там на партии уже в мае начался, там апрель-май, ты уже лежишь на этой партии, лежа пишешь, уже не знаешь, куда тебе сползти, мучаешься, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти все просто свои ощущения, я просто ему как отец-сыну, то есть ну, тоже же был мальчиком, и как мальчик к мальчику, скажем так, я ему объяснял о своих впечатлениях, о своих ощущениях, и я ему просто сказал, ну просто мы попробуем, он тоже где-то переживал, видел опасения мамы, то есть ну мама как-то больше переживала, не сильно склонялась поначалу, например, к этому, да. Ну в целом, в целом вот конкретно на нашем примере не было никаких недоразумений, он нормально, ну как сказали папа с мамой, ну в общем-то, ну что, семь лет с половиной, папа с мамой сказали лучше, ну значит лучше, вот, то есть он опять-таки с чистого листа принял просто наше предложение, ни особых таких не было недоразумений, то есть ну просто подготовка, нужна подготовка ребенка, то есть конечно, если с бухты барахты, ему говорили одно, ну теперь говорят другое, конечно ему будет трудно ориентироваться в принятии решения, ну и опять-таки, ну можно не предоставлять ярко ребенку право выбора, а просто, как говорится, подвести его к этому, именно как образовательный лимит, и сказать, что вот так вот будет лучше, потому-то, 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 и даже не задавать вопросов, а как тебе хотелось бы, а как ты думаешь, ну ребенок, он просто, ну в данном случае не может быть компетентным, и может ответить то, что ему, например, сегодня хочется, завтра он передумал, вы что теперь будете каждый день менять, да там, например, форму образования, или еще что-то, вот, ну единственное, что когда ребенок уже поучился, например, в школе, конечно, потом, например, его сориентировать на семейное образование, это нужно какое-то уже самоосознание, чтобы у ребенка проснулось, какая-то работа родителя должна провести, проведена быть, то есть, ну чем раньше вы начнете, лучше всего еще до школы, и сразу он перейдет на семейное образование, то это самое лучшее, ну, либо просто через разум, если ребенок отказывается, то есть, вот я так понимаю, может быть, это были моменты, просто через разум, через разум, через разум, постоянно, постоянно, постоянно приводя ему какие-то примеры, аргументы и так далее, потому что, если он не хочет на семейном находиться, категорически, уже он подрос, например, ну, не знаю, там, 12, там, 13, 14 лет, 15, ну, что вы сделаете, вы уже ничего не сделаете, только, опять-таки, какими-то уговорами, просветительскими, какой-то деятельностью, только так, ну, кстати, такой момент еще хотел дополнить, вот конкретный случай, я прихожу на почту, и мы разговаривали с местным почтальоном, ну, там девушка работает, а она, ну, в деревне особых тайн-то нету, как говорится, она говорит, вот вы же на семейном образовании, говорит, а скажите, сколько у вас, говорит, домашнее задание вообще, я говорю, у нас нет домашних заданий как таковых, она говорит, а сколько времени вы в день тратите на обучение, я говорю, ну, где-то 4 часа максимум, со всеми переменами и так далее, и так далее, она говорит, да вы что, говорит, у нее глаза округлились, и она отвечает, мы только на домашнее задание минимум, говорит, 4 часа тратит. Минимум 4 часа на домашнее образование. Еще в школе он сидит 4, а то и 5 часов. И вот получается, ребенок около 8-10 часов в сутки тратит на обучение. Так колоссальная нагрузка. Она была очень возмущена и удивлена, что фактически вот родители, кстати, которые работают, тоже задумаются. Если они с детьми планируют решать домашнее задание или решают домашнее задание по 3-4 часа, так это то же самое семейное образование по времени. Только чувство ответственности отсутствует и вроде как вдогонку, просто быстрее-быстрее как-нибудь лишь бы объяснить, да помочь может решить где-то самому, самому вместо ребенка. А на самом деле временные затраты, они приближены к помощи или к решению домашних заданий в помощи именно ребенку. А вот да, вот тут я с тобой согласен. Знаешь, с чем? Вот это очень четко ление, да, вот сейчас 5 секунд еще. Это очень четко ление и очень она была возмущена, кстати, и было много вопросов к преподавателям, и даже вот на уровне района многие родители были возмущены тем, что дети много задают на дом, особенно на выходные, и потом даже снизили нагрузку, то есть такая была волна. Ну, именно не от этих разговоров, а родители сами вышли на такую волну внутри себя, что им просто не нравилось, что такие огромные дают домашние задания. И вот их снизили. Ну, не знаю за счет чего, но снизили. Да, вот я тоже вспоминаю разговоры с разными людьми, и у нас поднималась тема домашнего семейного образования и семейного образования. И я говорю, ну, а зачем вы детей-то в школу водите? Ну, там доводы, ну, как же вот это, вот это, вот это, вот это, начали перечислять. Я говорю, хорошо. Ну, я приводил контр-доводы, ну, не убеждал их, ну, никак не убеждала. Говорю, а сколько вы тратите времени потом, чтобы делать домашнее образование, домашнюю работу, вернее, что ваши дети приходят и вот так сразу учебнички взяли и сами разложили и начали работать? Говорят, нет, вот все в один голос говорят, нет, мы с ними сидим, мы им разъясняем. Говорят, ну, обратите внимание, если вы сидите и им разъясняете, это первый признак того, что в школе это не сумели до них донести, не сумели им разъяснить. И вы, получается, занимаетесь тем же самым семейным домашним образованием только на бесплатной основе, первое, вы тратите время дополнительно своих детей, загружаете их и тратите дополнительно еще кучу-кучу энергии и причем на халяву, сэр, то есть вы с этого ничего не имеете. Вы убиваете время и не получаете денег. Так бы вы взяли, получили бы деньги, а у есть дети, у которых, например, в школе там двое-трое учатся, вы бы получили деньги, вы бы всегда видели, чем ваши дети занимаются, вы бы заканчивали занятия, например, к обеду и уже спокойно ваши дети бы были присмотрены, занимались своими делами и при этом вы дали бы более качественное образование своим детям, более качественное обучение. И плюс ко всему, сами бы еще вспомнили то, что забыли. Посмотри, сколько выгоды. Но самое интересное, что люди, зашоренные вот этой современностью, они даже тут после долгого размышления говорят, мы не готовы. Вот и ответ. Внутренний выбор, внутренний выбор и все, больше ничего. Это не внутренний выбор, это ломка, это здесь уже не выбор, это ломка идет. То есть вот у них цель установки. Ну, целеполагание, а ты чего это? Какая цель? Какая цель, еще надо понимать? Они даже не могут понять слово цель какая, потому что у них есть система, вставила в них чип, что можно только так и никак иначе. Здесь даже у них целеполагания еще нет, они знают, а для чего им нужно образование? Это вопрос. Для чего им нужно образование? Ну, как, чтобы человек был, чтобы он нашел хорошую работу и так далее. То есть у них есть такой определенный план. Школа, дальше институт и дальше работа. И все, у них вот эта вот цель, работа конечная, работа. Не то, чтобы человек стал полноценным человеком, не то, чтобы он создал полноценную семью, родил там здоровых детей, добродетельное потомство, чтобы продолжил свои рода. Нет, работа. То есть винтики, создать подходящий заточенный винтик для вот этой системы, которая сейчас, а я спрашиваю, а вот эта система, которая сейчас, она вас устраивает? В ней много счастливых людей? В ней много детей здоровых, родителей здоровых? Вообще вот все ли вас устраивает? Нет, нас много еще не устраивает, но по-другому нельзя. То есть в них вложен чип. Чип, биороботы, которые этот чип себе приняли, программа запущена, и они не могут уже ни вправо, ни влево отступить. Вот в чем. А какое целеполагание ты сейчас говоришь? Целеполагание – это, когда у человека есть здравомыслие, когда у него есть рассудок, когда у него есть разум, когда у него есть то и другое, третье. И он это все может совместно сложить и поставить цель в жизни, понять, кто он в жизни. Вот туда, вот это целеполагание. А здесь даже цели полагания нет. Здесь просто установка программы. Ну ладно, а продолжение-то вопроса мы с тобой не разобрали. А есть ли видимая разница в тяге к знаниям твоего ребенка и детьми твоих знакомых, которые учатся в классическом образовании? Ну так особо сравнительного анализа мы не проводили. Но в целом, конечно, заметно то, что... Во-первых, у ребенка всегда есть индивидуальные предпочтения. Какой-то предмет ему больше нравится, какой-то предмет ему меньше нравится. Такое, конечно, присутствует у любого ребенка. Но в целом, ну вот, как родителю трудно почему еще обсуждать? Потому что, ну, во-первых, мы и до школьного образования, в общем-то, периодически такие беседы ведем все равно такого мировоззренческого характера, да, скажем. Как устроены мир, там какие-то свои видения все равно не классические, скажем так, выкладываем. Например, то, что человек, который произошел от обезьян, он всегда смеется. Как ему сказали, что это все вот так вот. Ну, смешно, что все думают, что от обезьяны. Ну, к примеру, яркий пример. Такой привести, да. То есть, а все другие, скажи, они его у виска покрутят. Или, например, он многое знает там по истории, знает, например, по всяким сегодняшним таким моментам, что происходит в мире. Или там то, что связано с питанием. Или то, что связано с обучением. И иногда потом приходит и какие-то истории рассказывает. Мама, папа, представляете, там вот так вот так они сказали. Вот смешно было. А вот это они не знают, говорит. Или у них сегодня был урок, они на калькуляторе учились считать. Человек, говорит, на нем учиться, целый урок сидеть. То есть, ему вот некоторые вещи смешные становятся. И он искренне просто веселится этому. Мы ему, обращая внимание, говорим, вот, ну, видишь, сынок, посмотри, ты направлен. Ну, как, я коротко уже. Ну, смысл такой, сынок, видишь, ты на правильном пути. Все мы делаем правильно. Или там их в школе научили до тысячи считать. И все, только до тысячи сегодня считают. Ну, как-то смешно. То есть, вот, а дальше, а я говорю, а ты за какие можешь считать? Он такой подумал, секунду, говорит, да хоть до скольки, говорит, все же повторяется. То есть, вот, вот его ответ. А тебе, говорит, а мы до тысячи. То есть, граница, да, за МКАДом жизни нет. А я не говорю, что это у всех. Я просто говорю, ну, такие вот краткие моменты, которые он нам передает. Все дети, конечно же, разные. То есть, вот, кто-то, может быть, есть дети, которые действительно имеют очень сильнейшее сопротивление внутреннее всей этой системе. И как бы их там ни гнобили, ни плющили, как говорится, они все равно свою волну какую-то держат. И опять потом восстанавливается у них вот это все мышление и понимание жизни другое. Но, опять-таки, какое-то время все равно теряется, и ребенок на месте топчется. Ну, зачем мешать им? Надо помогать, наоборот. Поэтому, в целом, я замечаю только положительные тенденции. Даже сравнительность и так брать. Что, опять-таки, ну, не стоит так особо сравнивать. То есть, все дети особенные, по-своему индивидуальные. Вот. Но, в целом, такие странности, которые вот можно посмеяться и очень часто проскальзывают. Вот, Сергей, как раз и других детей. Хорошо. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Юрий, мне интересно, имело ли место в твоем домашнем образовании, чтобы тебе твой сын задавал вопросы. А зачем мне этот предмет? И другие детские почемучки. Ну, почемучки постоянно. Вот, не очень он любит математику. Где-то она ему трудно дается. Отправляй к Рыбникову. Да, к Рыбникову. Можно отправлять. Но пока еще он не очень готов. Так иногда посмотрит. Я что-то смотрю, но может он посмотреть. А так ему особо такие пока... Трудный язык тогда. Трудные взрослые изложения. Детям, конечно, очень тяжело. Только здесь с какими-то пояснениями. Ну, а почемучки задают постоянно ему объяснения. Глеб, говорю, ну, ты что, посмотри. Вот это математика. Вот такие-то задачки. Вот ты не хочешь задачку. Ты не понимаешь. А как ты потом в взрослой жизни... Я ему объясняю. Вот я каждый день живу. У меня каждый день все из задачек состоит. И начинаю ему приводить примеры. Вот мы пошли туда-то. Я тут-то посчитал. Вот это мы мерили, что-то делали. Я вот это посчитал. Просто это я все делаю быстро, в уме. Я ему объясняю. Поэтому это не выглядит для тебя задачкой. Для тебя это выглядит готовым решением. Но это все пропитано. То есть математикой как таковой. Я ему объясняю. Пропитано все вокруг. Ну, если вот на этом примере просто, да. Конечно же получается, что ты должен это знать. Ну, как ты не должен это знать? По-другому никак. Я говорю, ты просто будешь неполноценно уже развитым человеком. Ты понимаешь? Он говорит, я понимаю. Ну, вот ответ. Или по-русскому. Вот там он смеется, например, кто-то везде пишет с маленькой буквы. Я говорю, ну, а что ты с маленькой буквы пишешь? Надо всегда большой писать. Ну, и что, что они там с маленькой пишут? Когда ты пишешь с маленькой буквы, я ему объясняю, он уже понимает такие вещи. То, соответственно, у тебя уже и мышление по-другому работает. Это неуважение к языку, неуважение к себе. Ты привыкаешь. Начинаешь больше ошибок делать. Ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот я не буду продолжать все эти аргументы. Они очевидные, да. Но факт в том, что просто очевидные аргументы приводишь, он это все видит, он все понимает. То есть, у него по-другому сознание уже работает. А, ну и что, и будет с маленькой писать? Ну, и пусть я себя не уважаю. То есть, таких даже мыслей у него не возникает. Хотя могут у них, где-то возникнуть, а, ну и что, все равно буду писать. И многие потом, многие потом, вот он там иногда бывает с кем-нибудь переписывается, например. Многие потом начинают тоже, особенно после его вопросов, а что ты с маленькой буквы, например, пишешь? Он начинает, они начинают эти его знакомые друзья, начинают уже, ну, не все, конечно, прислушиваются, начинают более грамотно писать. Ну, если касаться вот таких моментов. Ну, лавировать, лавировать, еще раз лавировать. Вот так вот. И прислушиваться к своему родительскому сердцу. И к вам. Лавировать, да. Скажи, а ты с ним это, харийскую арифметику часом не проходишь, нет? Не изучаешь? Ну, попытался я ему немножечко заедать. Пока все ограничивается с тому, что вот просто мы разграничиваем, что я ему объяснил, что умножение тоже бывает разное. Когда сейчас говорят пятью пять, или пять на пять, или там дважды два, что это все разное. Он знает, что вот такая основа у него есть, что есть разные методы умножения. И все вот эти окончания, они тоже разное значение имеют. Далее, пока мы таких вот основополагающих фундаментальных событий, моментов, скажем так, не идем. Ну, и по другим тот же предметам. Ну, ему, в силу того, что у него может склад характера такой, математика не очень, а вот русский язык, например, он часто бывает, что-то начинает писать там на старославянском языке со всякими вот этими старинными буквами. Клавиатуру себе поставил. Я ему скачал программу, он поставил себе клавиатуру, которая вот дореволюционная, ну, или вообще старославянская. И пишет, теперь азмы есть. Ну, по-всякому бывает, но факт в том, что вот у него такие проявления есть, я ему помогаю, я могу, рассказываю, подсказываю. Вот. И какие-то основы даю. Вот сколько способен он вместить, вот столько я и помещаю в его разум вот эту информацию. Если он что-то уже вижу, не воспринимает, ну, оставляю на потом. Вот. Такая мера. Ну, понятно. Всему свое время, каждому вовсе свой фрукт. Хорошо. Гать, вопрос к ведущему. А слышал ли он что-нибудь о программе обучения педагога Шалва Амонашвили? Если нет, то я бы рекомендовал изучить его работы. Нет, про такого я не слышал. Я просто слышал, что такое есть, да. Но подробностей о них не знаю. Ну, хорошо. Я воспользуюсь рекомендацией. А вдруг, да. А вдруг поможет. Да. Я открыт. Что не сделаешь ребенка, да, ради будущего нашего. Вопрос в эфир от Владимира Изматеевича. Святарус Зодин. Есть ли у родителей, которые воспитывают детей в семье, проблемы? Например, с головой. Как оградить детей от дефективных родителей? Ну, это я тебя спрашивал. Там, справку не спрашивают. Ты сказал, нет. Ну, давай, вот теперь отвечай. На более прямой вопрос. Ну, надо тогда знать, какой второй родитель. Насколько он, как говорится, вменяемый сам по себе в жизни, да. Если он может каким-то образом минимизировать эффект. Вот, как тут выразились, дефективного родителя. Ну, значит, надо это делать. Совсем ограждать, я не знаю, имеет ли это смысл. Это зависит, конечно, от того же самого дефекта. Ну, в целом, если полноценная семья имеет право существовать в данном разрезе, то, конечно, надо полноценную семью поддерживать. Как-то, ну, с тем родителем, опять-таки, если получается проводить беседы, чтобы ребенку все-таки давать возможность развиваться в каком-то, скажем так, здравом ключе, конечно, это надо делать. Ну, все на местах надо решать, опять-таки. Ну, конечно, все индивидуально. Я думаю, так сгорячато рубить не надо. Сейчас устраивать очередное ток-шоу, отдавать ли детей. Самое лучшее, да, самое лучшее родителя вылечить от дефекта, от этого. Хорошо, ну, здравое решение, да. Дальше, для соведущего, скажите, а как вы относитесь, что некоторые уроки образования были на природе? Спасибо, так, минус 40 градусов, стоит у тебя конторка, и ребенок пытается что-либо написать. Ну, давай, отвечай. Я отношусь только положительно, и созревая к этой мысли, уже несколько раз я к ней подходил, мы ее с супругой обсуждали. Мысль очень хорошая, здравая, я думаю, что мы попробуем. На летом мы все равно чуть-чуть занимаемся. То есть вот те предметы, где он немножко хромает, например, та же самая математика или английский, пусть по взаимной с ним договоренности он пахныкал немножечко, но согласился, понимает, что это надо. Уже было такое, что где-то, например, мы его пустили, а потом он видит, что ему трудно, он тоже саму аттестацию хуже сдает или что-то не может решить, сам уже отслеживает. А я его внимание на этом акцентирую. Я говорю ему, вот посмотри, видишь, мы с тобой две недели не проходили эту тему, ты не хотел, каплизничал. А теперь ты даже задачку элементарную решить не можешь. И он это понимает и действительно где-то по-своему начинает расстраиваться, где-то страдать по-детски, что ну как же так действительно, надо почаще заниматься. И вот между этим не хочу и надо, мы находим некоторый баланс. Ну и вот мы договорились, что мы где-то раз в недельку будем заниматься по каким-то трудным предметам, вот конкретно по английскому и по математике. А по поводу природы, к этому будем проводить на природе, потому что сейчас тепло лет, а такой момент еще очень важный. Очень сильно окружающая природа с непривычки ребенка будет отвлекать, очень сильно. Поэтому нужны входные такие моменты, чтобы ребенок сперва привык именно на природе, хотя бы просто потихонечку заниматься, средотачиваться. То есть сразу от него полноценной программы, на мой взгляд, вообще бесполезно требовать и не получится. То есть если ребенок на природе не занимался, то ему надо сперва привлекнуть путь на природе и как-то вообще потихонечку начинать заниматься. То есть нужно какое-то время для этого. То есть сразу раз сесть под елку в минус 40 стоя на конторке заниматься, это, конечно, я думаю, что для всех детей вот так вот не подойдет. Но это очень хорошая вещь, я к ней тоже пришел и как-то надо внедрять. К тому же на природе можно совмещать, например, биологию, физкультуру и английский. В одном таком несложном деле копать, например, червей и по-английски их считать. Совместите одно с другим. А теперь, сынок, идем заниматься практической ботаникой, зоологией и биологией. И пошли в сад с лопатами. Ну что ж, все вопросы мы здесь разобрали. Вестник Богов пишет, реплика в эфир. Сведущий, молодец. Здравия, позиции, позиция воспитания детей отличная. В общем, здравая, хорошая. Так что вот так вот идут у тебя отзывы благодарственные уже. Ну и в заключение давай подводить итог нашей сегодняшней встречи. Тебе предоставляю возможность сказать то, что еще не сказано, может быть, так коротенько. Ну и пожелать, что к нашему роду слушателям. Ну хочу пожелать самое главное такое, чтобы каждый родитель действительно осознал важность воспитания своего чада. И взял на себя все-таки такую ответственность, изыскал какие-то средства, какие-то ресурсы. Ну и задумался и попробовал и остался бы на этом семейном образовании. Если еще это дошколята, то особенно задумайтесь, пожалуйста. И вы только приобретаете, только приобретаете. То есть образование один на один со своим любимым ребенком в режиме репетиторства – это самое наилучшее. Вот это были для меня пустые слова, я особо о них не задумывался. А теперь я вижу огромный плюс. То есть уже начинается обратная связь, уже я вижу те положительные результаты, которые мне тоже, как родители, трудно давались в первых каких-то моментах обучения. Я вижу обратную связь, я вижу, что просто ребенок становится самостоятельным, он учится быть самостоятельным, учится учиться самостоятельно, учится размышлять и так далее. То есть самостоятельность и отсутствие инфантильности в таких вот моментах, которые связаны с образованием, очень сильно прослеживается. Я вот от всей души рекомендую родителям тщательно-тщательно задуматься и воспользоваться вот этим законным правом. Как я еще раз повторюсь, закон на стороне родителей воспользоваться этим правом обязательно. Ну и плюс еще общаться таким родителям между собой и детям. Почему? Потому что чтобы дети чувствовали, что они действительно не одни какие-то такие странные, все на них пальцем, например, показывают и косятся, хихикают за спиной, да. А таких много и такие дети между собой, они намного лучше общаются и общий язык находят. Более покладистые и меньше. Ну, как вы знаете, да, дети очень много грязи бывает, привносят. Ну, такова вот просто психология, да, у человека, что вот эта вся грязь детская со школой, которая возможная, возможная, да, с улицы, она часто приносится домой. То есть на начальных этапах, когда ребенок маленький, конечно, по возможности надо ограничивать пресловутое социальное общение, которое именно со знаком минус. Вот, а школа, она выбора такого не дает. Там просто вот при всем вот, как говорится, в таком моем расстройстве по этому поводу, ну, ничего невозможно сделать. Вот просто такова сегодняшняя реальность, что очень много привносится вот такого отрицательного. Ну, зачем это надо в семье? Я думаю, что этого надо избегать всеми силами. Поэтому понимание, понимание вот этих моментов я родителям желаю. В общем-то, вот так вкратце и все. Хорошо, благодарю тебя за столь теплые слова. И что еще от себя можно добавить? Ну, во-первых, я думаю, что мы с тобой еще проведем не один интересный эфир, где будем разбирать злободневные какие-то темы, очень важные для построения правильного славянского мира. И нашим радиослушателям предлагаю следить за анонсами. Также напоминаю, что участвовать в эфирах могут люди, которые считают, что у них есть что-либо рассказать. Но также напоминаю, что поскольку Народное славянское радио – это открытая площадка для общения, то очень часто приходят люди, которые высказывают личное свое мнение. И иногда это мнение не то чтобы противоречит, оно не является мнением редакции. Вот это надо учитывать. И поскольку, еще раз говорю, это открытая площадка, наше радио, то в этом случае мнение высказывается для того, чтобы вы своим здравомыслием могли их оценить и сделать какие-либо выводы, чтобы сложился цельный пазл. Я почему это говорю? Потому что очень часто где-то в комментариях видно, ну зачем вы этого пригласили? Вот он рассказал вот эту ерунду. Вот он сказал вот то слово неправильно. Вот он еще что-то такое тут от себя напорол. Так вот, для того, чтобы познать весь мир, необходимо еще иногда и от себя, но тоже услышать. А вот насколько вы сможете эту мозаику сложить воедино, во сколько вы сделаете мир цельным для себя, это уже, извините, к вам. Но иногда и нужно знать ошибки, может быть, других людей, и хорошо еще следить, успевать за своими ошибками. Ну что ж, так или иначе, напоминаю, что сегодня мы говорили о семейном образовании. Главный соведущий, святорос Лодин, Юрий Лодин, благодарю тебя за очень интересный эфир, за то, что поделился своим мнением. Во многом я был сегодня согласен с тобой практически во всем и стоил на тех же самых позициях, что и ты. И мне было вдвойне приятно с тобой сегодня пообщаться. А также напомню, что 1 июня 2016 года среда на одном из современных календариков, а на одном из старинных, 11 день месяца ветров, 7524 лета, осмится. Желаю всем добра, переходим в автономное вещание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok